Приветствую вас на подкасте Владимира Новикова из Праги. Здесь я буду общаться с интересными людьми о жизни за границей, переезде, путешествиях и о простом человеческом счастье. Я училась, и меня никогда не выпускали. У меня была тестрака в воспитании. Это был стриптиз-бар. Я туда приходила вечерами, я там с мамой общалась. Я так плакала. Английский у меня был на уровне школы, но плохой. Приезжает ко мне девушка в 7 утра в короткой ёмке. Вот с таких шпиляка, с овчаркой. То есть я три дня в Чехии. Я ию за руку, я говорю, мы сейчас взорвёмся. Она ничего не понимает. Потом я вспомнил, что у меня есть мама с папой. Китайцы не умеют готовить собак. Что у неё сегодня? Не с той лапой она проснулась. Ну, мало ли. Я надеюсь, мама не будет смотреть этот подкаст. А ты прям с работы? А сколько собак у тебя сегодня было? Сегодня три, сегодня лайт. Три лайт? Это прям лайт. Это прям лайт, потому что ещё два месяца назад я говорила, что пять – это мой максимум, а в этом месяце у меня по семь в день. в основном. И вот это мой максимум, что вчера у меня было семь, я зашла домой, и я всё. Я ничего не могу больше. А зашла домой – это типа там кто? Муж, собаки? Собаки. Дети? Дети на участке застанет из-за ковида. У меня ребёнок уехал к бабушке погостить. Да, наушники? И всё, он никак не может догоститься. Год. Серьёзно? А сколько лет? Три в мае. А, окей. И как? Да, ну вот, всё, никак не могу его довезти, но собираюсь вот сейчас в апреле ехать. И что, как ребёнок? Ему нормально. Всё там с моими родителями, ему хорошо, ему весело. Он со мной разговаривает, мы с ним созваниваемся. Я говорю, Лукаша, я по типу скучаю, он наполовину итальянец. Я говорю, я скучаю. Наполовину итальянец? Да, папа итальянец. Он говорит, мам, не скучай, я скоро приеду. Понятно. То есть он тебя успокаивает? Да, да, то есть ему нормально. А он мне звонит, говорит, ну ты там не скучай, мне тут хорошо, но я скоро приеду, ты лучше быть. То есть ему классно, а мне нет. Поэтому я работаю. Собаками. С собаками. С собаками. С собаками. Это я сейчас, Руслана говорил, сейчас придёт гость, кот в мешке. Ну, что-то незнакомый, а потом или собака на сиене. И часто слышишь какие-то приколы такие? Нет, кстати. Не стебут, друзья? Нет, меня мама называла раньше собакой на сиене, но не в плане собак, а в плане жизненных каких-то таких неуверенностей. Ну, давно ещё, когда там приходила. То есть тебя мама программировала с детства, ты будешь работать собаками? У меня мама вообще не в восторге от этого слова совсем. Ну, смотри, меня сюда отправили учиться. У меня очень классическая история, как я сюда переехала, заканчивала школу, у родителей, у друзей, двое сыновей уже здесь учились, и они там на каком-то тусовке увиделись, и у нас дети там. А я в Питер хотела, это была моя мечта. Просто Петербург, я очень хотела там учиться. Откуда? Из какого города? Из Алматы, из Кистана. И я очень любила литературу, мне казалось, что культурная столица, мне так хотелось там. Я представляла, когда я там гуляю, учусь, но родители туда съездили. Нет, тогда я не представляла, я была очень приличным ребёнком. Я училась, меня никуда не выпускали, у меня была тетя уроков воспитания. А кто родители, если не секрет? Родители у меня бывшие хирурги. Всё? Объяснила? Да, а потом уже, папа ушёл потом в бизнес, он радиолог, очень известный на Казахстане, и в СНГ, в СССР в своё время. Что такое радиолог? Ты знаешь, он занимается, когда ты берёшь аппарат томографа или КТ, его нужно уметь настроить, запустить, сконнектить со всеми там, ну, не как это рам, какими-то гаджетами и всё прочее. Потом радиологические компоненты, которые входят вот в этот томограф, их нужно куда-то привезти, дистрибьюцировать, там, в Казахстан, например. А когда томограф устаревает или выходит из строя, их нужно захоронить, ты их не можешь выкинуть. И он работал как раз и с Чехией, и с Америкой, и с СНГ страны немного, в основном всё это шло из Чехии. И он очень хотел, чтобы я потом, это был бизнес его отца, потом его, и меня к этому готовили. А я поняла, что это такое, ну, вот буквально, может, куда четыре назад. То есть, окончательно разобралась, с чем занимается папа. То есть, ты поступила уже в ВУЗ или здесь? В Чехии. А где такому учат? Радиологии? Не знаю. А, ты не пошла? Я не пошла. Нет. Я безумно хотела в Петербург. Родители поехали в командировку в Петербург, и мама, где-то они гуляли и встретили с кинхедов. Ну, то есть, это 2007 год. И мама сказала, я тебя синим паспортом туда не пущу. Ты туда не поедешь. И вот, ты едешь в Чехию. А всё, что я знала о Чехии, у меня отец ездил в командировке, когда я в школе училась. И привозил тебе чешки? Карандаши. Карандаши. На этом мои познания заканчивались. Карлов мост, пиво. Я этого не знала. Ну, как я знала, там какие-то Карлов мост, да, всё. Крыши красные, нет. И мне неинтересно было. То есть, во мне был такой бунт, что я не буду смотреть, что это. Я не хотела. Я делала всякие бунтарские вещи, там могла ночью куда-то уехать с друзьями. Я приезжала, и папа говорил, я рву договор с языковой школой. Я говорю, да рви. Да пожалуйста, я только рада буду. Ну, в итоге я сюда уехала с папой. Домашняя девочка, и папа со мной здесь был неделю, снял мне квартиру на Флоре, и уехал. И вот я остаюсь одна. И я готовила. Ну, то есть, там мне мама, конечно, мучила уборками, готовками, но я этого так, всё это не любила. И когда у тебя мама за спиной, ну, если ты испортишь борщ, ничего не произойдёт. И вот я осталась одна. И я помню, как они выложиваются, а потом ничего. Ты помнишь первый день, когда ты прям осталась одна? Да. Что там было? Это было. Ну, мы поехали, получается, вот со старшим сыном друзей-родителей, с его девушкой в тот момент проводили папу, и мне было страшно оставаться дома. У меня были, знаешь, вот кирпичные старые дома, такие красивые снаружи, у постарших. Красивые снаружи, с красивым фойе, но отвратительные. Внутри у меня была батарея, не батарея, по-русски скажи. Да, батарея. Батарея с газом, с огнём внутри. Вау. И мне было страшно там. И они меня забрали к себе. Это колонка, газовая колонка, наверное, была, которая греет воду. Да, и в ванной был, буллер такой же, его нужно было зажигать. Я помню, когда у меня это потухло, у меня хозяин жил там на четыре этажа ниже. Я прибегаю, открывает его жена, а что я ей скажу? То есть я три дня в Чехии. Я ию за руку, я говорю, мы сейчас взорвёмся, пойдёмте наверх. Она говорит, да, это нормально, сейчас. Научила меня. И папа улетел, они меня забрали к себе. Я прожила у них дня два. Потом я Лену, девушку Лёши, попросила поехать с одной. Она жила со мной неделю. И потом в итоге я осталась одна полностью. А Чешский у меня был на Вашеграде, на Витоне. И там, напомню, с двумя пересадками нужно было ехать, интернета не было. Я приезжала, я три раза ездила не в ту сторону. Я приезжала вообще не на те остановки. Я так плакала. Я английский у меня был, ну, на уровне школы, ну, плохой. Откровенно говоря, плохой. На уровне плохой школы? На уровне, да. То есть, ничего там в школе как-то особо. Я считаю, что в 16 лет ещё не понимаешь, зачем тебе это надо. Но я, по крайней мере, не понимала. Я что-то учила, потому что сказали, что надо. А зачем мне это надо? Мне как-то, я когда-то саму себя спрашивала, а мне это зачем? Зачем мне физика? Зачем мне химия? Ну, то есть, я не планировала идти там по стопам отца, хотя меня как бы к этому склоняли. И вот я приезжаю и понимаю, зачем мне английский в жизни нужен и зачем мне физика в жизни нужна. Наверное, тоже так прикинула. И потом, наверное, это был день четвёртый, когда я уже была одна, а дома есть нечего, а надо что-то покушать нормально. То есть, я не приучена была по Макдональдсам ходить. В Казахстане это появилось года три назад, наверное, четыре. Поэтому я как-то к этому очень до сих пор скептически отношусь. И я готовила борщ. И тут приходит тётя Галя, вот подруга мамы, и говорит, что делаешь? Я говорю, я борщ варю. Она говорит, так, уйди. Она мне доварила борщ с горя пополам. Я начала учиться готовить, а интернет у меня не было месяца три. Я нашла, наверное, разобрать бар, я туда ходила. Но это оказалось, что это не просто бар, это был стриптиз-бар. Я туда приходила вечерами, и там собирался уже народ. У меня был очень маленький такой ноутбук, компьютер, и я там с мамой общалась. И ко мне подсаживается дедушка. Он мне говорит, здравствуйте, а вы сегодня свободны? Я говорю, что? Я очень плохо понимала. Он говорит, вы свободны? Я говорю, ну да, свободны. Он говорит, ну может, мы прогуляемся? Я говорю, сейчас я с мамой поговорю, хорошо. Я очень строго, я очень плохо его понимала, ну там месяц в Чехии был. Потом я поняла, что в этот бар не надо ходить к маме разговаривать. Потом уже появился интернет, но это были такие созвоны, то есть по скайпу. Я там бегала, искала точку, он же еще был с модемом, кабельным у меня, а это было, то есть первых, наверное, месяца два были трешовые. Потом приехала мама с сестрой на каникулы осенней, и я уже ходила, показывала Прагу, это трамвай, вот что, что не понятно, вот здесь в одну сторону, там в другую, все понятно. Но я плакала, то есть я первые три года я не хотела, нет, первые внутри, наверное, я не хотела тут оставаться. А что потом случилось? Ты знаешь, я заканчивала бакалавриат, и у меня был в Ашифосе. Институт финансов и управления. Окей. Маркетинг, это был первый поток. То есть я сюда приехала в ВШЕ. Мне сказали тут, что в ВШЕ. Как оригинально. Да, мне кажется, 95% приезжают в ВШЕ и 5% в Карлу. И 80% из тех, кто приходит на мой подкаст. Да? Ну, многие из ВШЕ были, да. Я не хотела. Я хотела либо в ветеринарию, но она в Бурно, и мне казалось, что это другой конец света. И это означало, что терять ещё один год. Потому что, откровенно говоря, год учить чешский, и одновременно, ну, мне казалось, это нереально, учить ещё какую-нибудь химию или биологию на чешском. Я попала, наверное, в последний год, когда я не сдавала стерификация, да, То есть я не сдавала. Я потом только слышала какой-то ужас, и как к этому готовиться, и как это тяжело. И я хотела либо право, либо ВШЕ. А в каком это году была? В 2008-м я приехала. И про право до сих пор я не знаю, сколько это правда. Думаю, что нет. Но на тот момент кто-то сказал родителям, что отучившись здесь на юриста, работать здесь не получится. То есть нельзя. Негражданам работать юристами нельзя. Сейчас я знаю, что точно нет. Точно нет? Точно нет. Почему? Потому что у меня, во-первых, были у меня здесь мои адвокаты. В свое время мне нужен был адвокат. Это были адвокаты. Это были русские. Ну как русские? Русскоязычный одессит был. И там... Что было в подкасте? Нет, нет. Это хорошее. Это были русскоязычные одесситы. Потом, ну, есть у меня даже клиент, есть сейчас парень, который адвокат. Ага. С Казахстаном, по-моему. Да. Но тогда мы говорили, что нельзя. Как-то я как-то все это забылось, ушло. И день вступительных на вашем чешском. Я болею. Мне так плохо. Я прихожу. И это был мой такой... Я надеюсь, мама не будет смотреть этот подкаст. Я не пришлю ссылку. Я попробую приложить максимум усилий, чтобы семья собралась. И обязательно послушала. 4К сделаем картинку. И маме сразу в личку. Посмотрите. Я прихожу с русским чешским. И я понимаю, что... Вот этот момент я поняла, что я говорю по-чешским. Я понимала все. Я хуже понимала экономическую часть, но обычно вот такую стандартную я понимала. Я училась опять-таки. Я вот приехала. Такая зашла, значит, села, такая... Ты воле 2 крат. Пиво. Шуп-шуп. Шуп. Ну, кстати, нам на чешском говорили, что ты воле вообще говорить нельзя. Что это такое очень сленговое. Я прихожу... Первая пара в моей жизни была социология. Я захожу такая, мне так страшно, сажусь. И профессор Пан Роу Балга ты воле просишься, так поздевчих не ходите. Я такая, ага. Вот так вот правила работают в чешском языке. А для меня... То есть я очень старалась, чтобы там все было вот как нас учили по правилам. Жизнь показала, что нет, что так же в Чехии так не работает. Ну, в редком исключении. В редком. Я прихожу на чешский, я понимаю, что я все понимаю, но я понимаю, что я не хочу здесь учиться. Что мне, ну, вот эта экономика... Я собиралась идти на... Куда там все идут? Подниканьи, чего-то там? Ну, вот просто все, просто все русскоязычные идут туда. Предприниматели. Да-да-да. Я думаю, я не хочу, какой я предприниматель? Блин, мне это не интересно. Я там 2 плюс 2 с калькулятором. Ну, я серьезно. У меня математика, это очень... Ну, ты сегодня говорила, что у тебя было? Три собаки, значит, все в порядке? Две. Ты говорила, что? Две. Ну, ладно. Нет, сейчас у меня две, а вообще в жизни было больше. Нет, в смысле, ты занималась сегодня? А, да, да, с клиентскими, да. Ну, вот научилась. Ты вообще посчитала? Больше в 5 у тебя не бывает? А, 7, ну, до 10 там. До 10, да, уже без калькулятора. И расслабься. Все, все, И я написала чешский плохо специально. Да ты что? Я не жала это сказать, и мне очень стыдно. Смотри в камеру сейчас. Я не поступила. Мой, пусть и слезут. Ну, вот все случилось, и в хорошем, в хорошем смысле, в итоге все сложилось. Конечно. Я позвонила, сказала, мам, я не поступила. Второй вариант у нас был бифш. Я не знаю, как он расшифровывается, что панковская академия, чего-то там. Тоже финансы. На финансисты мама сказала идти. Подружка у меня тоже не поступила, в Ашиле, я многослушай, у нас фирма, которая нас сюда привозила. Пивка пьем. Ну, пивка-то мы выпили в этот же день. Нет, не пиво, я, кстати, не пристрастилась к пиву, я по вину. Чешское вино, кстати, очень люблю. Мне очень нравятся барабские виды. И она говорит, я, наша фирма, которую она сюда привозила, помогала, у нас был и чешский, и математика, куча каких-то еще предметов, и они помогали нам с поданием заявлений в институты. Она говорит, я завтра с ними иду вот в ШФСА, хочешь с нами? Я говорю, ну, пошли. Я прихожу, нам дают список факультетов, и они говорят, а вы куда? Я говорю, у вас математики где нету? Ну, честно. Они говорят, вы знаете, первый поток открываем маркетинг, записывайте. Вот так я поступила в институт. Классно. Отучилась там бакалавр, магистратура на маркетинге. Ну, было интересно? Бакалавр, да. Бакалавр был интересен практически везде. То есть были какие-то предметы, которые были, повторялись. То есть у нас была, например, медиа и коммуникация, тут же была маркетинговая коммуникация. Ну, там они практически идентичны, это было плюс-минус одно и то же. Тогда еще, наверное, просто не понимали, чем это все отличается. Просто нужно было сетку предметов забить, а с этой новой специальности что-то положили. Достаточно лайтово там было учиться, то есть три попытки на экзамене, ну, как бы можно было. Но я училась, никогда не забуду свой первый день, когда я не могла найти аудиторию, и я ревела в коридоре, потому что мне страшно, что я пропустила урок. Там же сейчас напишут, что меня есть ключ. Ты ответственная какая в этом плане. Да, я потом, когда я чего-то не понимаю или не уверена, мне прям я это... И свою первую сессию. Я не знала, как готовиться к сессии. У меня были учебники, и мне не пришло ничего умнее в голову, как открывать учебники, изубрить. Потому что я плохо уже там, я в институте поняла, что я нифига не знаю, чё ж... То есть, когда передо мной были заклады социологии, начинающиеся в каком-то там веке, я такая... То есть, я это не понимаю. Я не понимаю, о чём там написано, как я должна это рассказывать. Я зубрила учебники. Заклады права, заклады социологии, маркетинга... Там лежит какой-нибудь страничку на память сейчас. Ты что? Я в инстаграме, в своём, не собачьем, а в личном, нашла там восьмилетней давности фотографию какого-то графика микроэкономики. И я как бы что? А, монополий или... Нет, там акро, значит. Уже не помню. Какой-то страшный график был. И я уже не помню, что это. То есть, оно вот как в одно ухо влетело, и через пять лет оно... Но на экзамене ты прям забрёшь, сдавала? Или всё-таки пришлось, надо было, типа, тебе сказали... Что-нибудь понимаешь, из того, что ты сейчас сказала? Нет, я всё это вызовыбрила. Прихожу на экзамены, понимаю, что всё намного проще. Там всё было... Там были тесты. Мы уже на тот момент познакомились с русскоязычными девочками. Мы были такими очень хорошими друзьями. В принципе, до конца, наверное, магистратура потом как-то нас в жизни разбросала всех. И всё оказалось проще. А потом мы узнали такой потрясающий сайт Матроши.з. Это офигенный сайт. Туда все умные чехи идут на сессию, сдают тесты, фотографируют правильные ответы. Или пишут билеты к экзаменационным вопросам и скидывают туда. Конечно, там миллион ошибок есть. Но, опять-таки, когда ты вникаешь в систему, ты понимаешь на втором курсе, что такое маркетинговая коммуникация, то даже эти ошибки ты можешь как-то обыграть и рассказать. И мы не писали никогда ответы к экзаменационным билетам. Мы этим не занимались. Мы ждали, когда умные чехи выложат это на Матроши, мы скачаем и выучим. Ну, я вот смотрю сейчас на сайт, прикольно. Там сейчас надо было регистрироваться. Первый раз вижу. Но тут не сильно он обновлен, но 2014-й. От Яра 2014, так и высокую школу экономия менеджментов в Кразе. Товшим. Да, и все, больше ничего нет. Ну, то есть, это последний. Питер номер тогда. Может быть. Но очень интересно. Я посмотрю потом. Это такая прикольная. Мы также косом готовились. Там они все написали, мы все скачали и изубрили. Я жила вот две улицы отсюда, а подруга у меня жила вообще в соседнем доме здесь. И мы встречались с ней, вот на Жишково-Намне, все, в этом парчике. Я гуляла с собакой, и там я учила пять билетов, и она учила пять билетов. А мы другу рассказывали. Вот так мы готовились к госсам. И там я закончила бакалавриат, и вот я хотела уезжать. Мне здесь не нравилось. Мы поэтому не купили квартиру. Это сколько лет уже? Ну, четыре года прошло. И все не нравилось? Ты знаешь, я когда сюда приезжала, я была готом. Я в Казахстане в школе была готом. Я хотела идти против системы. Помнишь, такие культы были? Конечно, конечно. Прекрасная, черная, веселая, такая выдушевленная особа в своем стиле выдушевленная. Я приезжаю сюда, я понимаю, что здесь, в принципе, мировоззрение людей — это, в принципе, готика. Скажи мне, пожалуйста, в чем твоя готика выражалась, как ты? Вот я тебя увидел бы на улице, я бы сказал, что год. Тогда? Да. Да. Как это было? У меня всегда были длинные волосы, я их красила в черный цвет. Слава богу, тониками. То есть, ну, это не осталось так отцоваться. Не углем, да? Да, у меня были черные ногти. Пока все окей. Пока все окей. Я все в черном, хотя у меня там какие-то кресты были. А, вот кресты были. Но у меня как-то всегда это было в рамках разумного. То есть, у нас была компания готов, и там ходили на кладбище. Ты ходила? Нет, один раз. Я не поняла прикола этого. То есть, для первых... Для них какой прикол был? Какой-то они там искали декаданс. Но у меня всегда было уважение к предкам, к местам. Блин, народ. Вам пива негде попить. Ну да, да. Ну как-то. Я один раз с ним сходила. Во-первых, это была осень, это было жутко. Это не чешское красивое кладбище. Это кладбище в Алма-Ате, где помимо могил есть и живые, и ненормальные люди, которые туда тоже ходят непонятно зачем. Попугать готов. Попугать, да. И я больше не пошла. И мне нравилась музыка. Я находила в нем какой-то, не знаю, потайной смык. Собова группа Найтвиж. Я не помню, как звали исполнительницу. Я знаю, что ее потом выгнали. Что за алкоголизм? Надеются. И вот я тогда находила какой-то глубокий смысл в этих словах ее песен. Сейчас уже, мне кажется, это все очень театрализировано. То же самое. Какие-то короли шут мы очень любили. Хотя это, конечно, не Готика. Хома и король шут. Знаете, на короли шут. Ну вот, да. И тут я приезжаю в Прагу. У меня весь гардероб черный. У меня все черное. А Прага, в принципе, вся черная. Я приехала в сентябре. Соответственно, к октябрю похолодало. Все стало, чехи грустные, чехи печальные, чехи неухоженные, улицы серые, солнце нет. Здесь, в принципе, все серое. И я помню день, как я вынесла всю свою одежду на помойку, пошла на флору. Я купила все красное. Мне настолько хотелось вот какой-то яркости в жизни. И, в принципе, с этого момента все стало, вот я стала как-то слушать современную музыку. Мы стали ходить в клубы. То есть, я никогда не была в клубах до Праги. Никогда, нигде. И тут мы с подружкой пошли в клуб. Сорвало пушку или в рамках? В рамках. Я никогда ничего не пробовала дальше сигареты и алкоголя. Мне было это неинтересно. Я видела людей, которые... Мы учились вместе на Чешском. Я приходила домой, и там был стол просто шведский. Да, да, да. И я видела, что с ними происходит. И у меня родители медики. Я все же и слышала, что это может быть, как это плохо. Наверное, это подействовало на сознание. И нет. Но сорвало крышу в плане клубов, да. Потусить именно? Да, потусить. А куда ходили? Мы ходили. Мы очень любили бирфекторы. Бирфекторы. Знаете, мы закрыли это Новословаке на самом верху. Если стоять к спиной коню, он был слева. Там, где небо. Да, 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 да. Чуть выше небо. Его закрыли потом. Обычную барочку. В ноябре ходили вообще везде. То есть мы доезжали до Новословака и пошли. Мы с подружкой успевали, умудрялись на 200 крон погулять. Причем погулять так, напишешь потом гайдлайн в Инстаграме. Слушай, все просто. Покупаешь домой франковку. То есть мы студенты, денег же не было. Да. Франковку красную, колу. Мешаешь. К моменту, когда тебе нужно выезжать в клуб, тебе уже отлично. Да. В клубе нужно, главное, в клубе не вестись на шоты, потому что кола, вино и шоты это ужасная комбинация. Но у нас был свой лайфхак. Мы заходили, выпивали еще по вину. Что там, я не помню, 40 крон было, не помню. А потом пошел тут текила. И тебе больше ничего не нужно вечером. Текила хорошая. Такой для вечеринок. Для разогрева. Просто тебя на весь вечер хватает. И все было круто. И мы гуляли всю ночь. Утром я приходила, выгуливала собаку и ехала в универ. А один раз было такое, что я не успевала выгуливать собаку. А мы где-то у кого-то дома гуляли. У кого-то дома у нас был потусейший. Мы оставили собаку, пошли в клуб, пришли домой. И у меня что-то в восемь утра пара, а мы в семь заявились. Я говорю, подружки говорю, да, Микки, спортивные штаны, но я же не пойду на шпильках в коротком платье в универ. Она мне что-то дает. Я беру собаку, темные очки. У нас с ним такая была бабушка-вахтерша. Она говорит, собаками нельзя. Я говорю, это поводырь, у меня панические атаки. Она говорит, ну ладно, идите. Привет. Класс. Потому что мне не успевало, мне надо было куда-то ее диете, и мне было две пары, мне нужно было на них попасть. И, короче, меня пустили с собакой. И дай угадаю, после этого у тебя возникла такая любовь и благодарность к собакам, что они тебя смогли провести, что тебя собака привела на пары, и ты начала заниматься собаками. Нет, все пошло с детства. С детства? С детства. Ты знаешь, когда все дети, девочки, играли в резиночки, я играла либо с парнями в войнушки, была вечно обстрелянная какими-то пульками, либо в догонялки. Я очень медленно бегала, я была очень спортивная. У меня было, наверное, такое мировоззрение, которое детям не нравилось. Со мной было неинтересно играть детям, маленьким. И у меня это все ушло в то, что я начала собирать бездомных каких-то щенков. У нас был Путин, которого я вечно таскала на этих... Попей водички, попей, чтобы не кашлять. На поводке. У меня было за счастье, если мне выдавали пудель, а потаскать на поводке. Я очень выпрашивала это. И я собирала все их бездомных щенков. Я их таскала домой. Конечно, меня с ними отправляли назад. Я не собирала кошек, как-то неинтересно было с кошкой, я бы собрала собак. Потом мы уже переехали, когда у нас была своя квартира, я выбросила маму собаку, и мне в 9 лет подарили Ротвеллера. Вау. Причем Ротвеллера тех годов. Она была злая. То есть она щенок? Щенок. Щенок? Но мы ее забрали, там ей было 3 недели. Она вообще какая-то, вообще непонятно откуда. Она там, какой-то маминой подружке родила собака. Она была очень злая. Она была очень такая большая. И, конечно, когда мне сейчас звонят люди, говорят, мы хотим ребенку завести собаку. Я говорю, а давайте себе отчет, что вы собаку заводите себе. То есть да, я хотела собаку. Ухаживала ли я за ней? Нет, конечно. Нет, за ней ухаживала мама, а получилось так, что мне завели собаку, и через месяц мама узнает, что она беременна моей сестрой. И то есть, ну, ей не до собаки, я ее сейчас понимаю. И все, что я делала, это я с ней гуляла, я ее дрессировала. У меня собака в год прыгала в двухметровые заборы, заработала себе проблемы с суставами, с локтями, потому что нельзя, это опасно. Я же не знала. И я ее водила, учила сама, потом и нашла какого-то дядьку, который там кусать давал, значит, я с ней уходила. Она была очень злая. То есть, как эта собака никого не прокусала, у меня не было поводка. Я научилась, она была с меня ростом, я вот так вот бралась за ошейник, она со мной шла. То есть, это вот та самая ужасная картина, когда ты идешь вот здесь по Праге, и ребенок в шести лет, семи лет ведет собаку выше его роста за поводок. Да. И думаешь, а вот что сейчас может произойти? Как ребенок удержит эту собаку? Не удержит. Он с ней поедет, если собаке захочется тебе доказать, что ты не прав. И она это сделает. Нет, я тоже не понимаю, как люди это делают. То есть, это опасно. Это действительно опасно. И нужно понимать, что собака — это в первую очередь животное, да, социальное, да, расположенное к человеку, но оно животное, но это абсолютно другой вид. Ну, как бы, о чем говорить? Мы когда с кем начинаем тему разговаривать, я говорю, а что он говорит, если мужчина и женщина, это два разных вида? И мы только путем коммуникации и каких-то, возможно, общих взглядов на жизнь можем друг друга понять. Но с точки какого-то глобальных, да, то есть мы думаем по-разному. Даже если взять там какие-то влюбленности, то, как влюбляется и думает об этом девушка, отвечает за то, как думает парень, да, но тем не менее мы люди и мы умеем говорить, а животное это вообще ну другой класс. И к этому нужно относиться, то есть к собаке нужно относиться как к собаке, иначе из этого может получиться кошмалаш. И вот так и получилось, что когда мама была беременна, и у нее был очень так вот обострен этот инстинкт материнства, а собаке можно было все. Ей можно было спать на всех кроватях, ей можно было делать все, что она хочет. Дома она была милым котенком, на улице она была зверюгой. А нельзя собаку спать на кровати? Можно, если у тебя правильно выстроена дисциплина. То есть я сейчас тут, у меня как бы кровать, дома стоит, на ней никто не спит. И я приду домой, на нее никто не ляжет. Елена, ты камеру ставила? Да, у меня есть камера, я думала тебе показать, но не знаю, что она не отключена, потому что я ее сегодня выключала, что-то другое ставила. Нет, я спросила, знаешь, мало ли я так собаку воспитала, что она знает, во сколько так шухер, ты как, знаешь, это зашпеть, как этот чарик в гостях. Да, 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 я сейчас тебя это исполнил мучить. Нет, у них свой вольерчик, они там живут, но как бы они открыты, не так, что они там нон-стоп закрыты, но это их как бы коморка. Ты же тогда не ходишь к ним полежать? Нет. Ну типа все, респект, респект, да? Все это есть. Но в то же время, если я лежу, смотрю телевизор, и мне хочется полежать с собакой, у меня есть кодовое слово «залезай». Где бы у меня, ну старшая уже не может, она ей 12 лет. Молодой, где бы он ни был, он с прыжка, у него метровые, знаешь, такие континентальные кровати, он с прыжка запрыгивает, ложится, и он дышать боится. Потому что он знает, что я буду передумать. Да, да, да. И он должен слезть. Тут привалило вот это вот. Я слушал недавно подкаст Джо Рогана, он там как раз вот про очень классный американский стендапер и подкастер. Очень смешной, но на английском, понятное дело, он там очень классно рассказывал про разницу между котами и собаками. Да. Что коты, я не буду весь подкаст, этот стендап пересказывать, я не смогу, естественно, так сделать смешно, как он, но смысл в том, что если ты, например, решил завести, если у тебя хорошая собака, и ты решил завести хомячка, то, скорее всего, у этого хомячка будет нормальная, долгая жизнь. Но если у тебя дома кот, и ты решил завести хомячка, то у этого хомячка есть ровно полчаса на то, чтобы свалить из этого дома, потому что... И он это очень смешно показывает. Говорит, вот у тебя хорошая собака, умная собака, и ты приносишь, говоришь, это хомячок, он будет жить в нашем доме. И собака такая, на тебя, на хомячка, на тебя, на хомячка. Можно я его схаваю? Типа такого, знаешь? Он такой, нет, это мистер Флаффи, он будет, это член нашей семьи, он будет жить в нашем доме. И такой, а, член нашей семьи. Так, эти люди ко мне относятся хорошо, они меня кормят, кормят бесплатно. И такой, на этого хомячка смотрит. Окей, ну, если бы не люди, я бы тебя сгрез. Типа так вот, и все, и уходит. И все, окей, ты можешь не переживать, что собака не загрызет этого хомячка. В то время, как кошка, ну, она просто, как только ты отвернешься, и она его порвет. А потом заканчивает он тем, что, ну, собак тоже бывает факап, потому что они что-то делают не так, и вот собака загрызла хомячка, например. И она будет переживать, она будет, типа, так как ты мог, так как я могла? Ну, вот это вот. Я вспоминаю, когда у меня собака что-то дома делала, она так, ты начинаешь, и она так, вот это вот, лапа, хвост, вот это вот, лицо, ну, морду делали такую, что ты понимаешь, что она как будто бы переживает. Это действительно так? Нет. Нет? А как это работает? Смотри, вот эти вот все вот такие вот движения, это, обрати внимание, например, на любое видео волков, там, наше географию, что-то там, как собаки общаются в стае. Это сигнал примирения. То есть собака не понимает ни слова из того, что ты говоришь. Но она... Подожди, не ломай, не ломай. Ты сейчас понимаешь, что ты черп и отрезаешь просто вообще все. Ладно, давай, высказывай. Не понимай. Не понимай. Не понимай. Когда я спрашиваю, когда я прошу клиентов хвалить собаку эмоционально, они говорят, что я ей буду говорить? Я говорю, таблицу умножения. Я собаке билеты рассказывала. Госэкзамены рассказывала в тренировке. Да, там ты моя собака в аркетинге, в каком и так далее. И она ничего не понимает. Но она, во-первых, чувствует твое недовольство. Она реагирует на эмоции, на тональность. Интонацию. На интонацию. И она понимает, что где-то она сфокапила. не она, что что-то не так. Что-то происходит. И она заранее начинает примиряться. Говорит, всё, прости, хозяин, не права была. Всё, давай забудем, будем мириться. А есть собака, и таких очень мало, к сожалению, на сегодняшний день, которая будет очень сильной духом, она на тебя так будет смотреть, говорит, попробуй. Попробуй этой газетой меня двинуть. И она никогда тебе не сдастся. И вот такие вот темпераментом, духом сильных собак на сегодняшний день очень мало. Почему? Потому что очень плохое разведение. А почему это плохо? Ну, смотри, если мы говорим о мальтийской баллонке, это кто? Ну, маленькая такая, маленькая белая собачка, то это нормально. А если мы говорим про овчарку, которая в случае чего сразу начинает мириться, а ей через час идти границу защищать. А, ну, хорошо. То есть, тут уже предназначение собак. Да. Но, к сожалению, и овчарки сейчас, как бы немецкие овчарки в понимании, вот то, что мы помним из детства, на сегодняшний день нет. Да, Мухтаров нет. Нет. Куда они делись? Истребили. Где? Мода. Мода творит страшные вещи. За всем. Смотри, в свое время Рекс, Мухтар сделали эту собаку популярной, сделали модной. Соответственно, спрос рождает предложение. Помимо того, что есть люди, которые заводят собак для какой-то цели, то есть, оружия, охранять дом, служить в армии, в полиции. Также есть люди, которые, вот тебе нравится Рекс, ты говоришь, хочу немецкую овчарку, но я хочу такого же окраса, чтобы он был с такой же, там вот они есть, такими, знаешь, отвратительными спинами. Да, да, да. И ты ищешь такого щенка. И заводчики, которые нацелены не на качество поголовья, а на выручку с продаж, они начинают вот тебе делать вот таких Рексов, чтобы они выглядели как Рекс. Но та начинка, которая должна быть в этой собаке, которую закладывали, над которой работала селекция очень много лет, твёрдость, уверенность, выносливость, здоровье, сила, это не надо. Главное, чтобы она выглядела как Рекс, тогда эта собака будет продаваться, её будут покупать. Упаковка хорошая. Её там собака родит, возьмём, плюс-минус пять щенков. Её возьмут пять людей, потому что они хотели Рекса, красивая собака, пойдут с ней на выставки, она там станет чемпионом-чемпионов, тупая, будет бояться любого всплеска руки, потому что в неё закладывали только красоту. Может стать тупая собака чемпионом-чемпионом? Ну, выставка, на выставке оценивают экстерьер. То есть то, как выглядит собака. И это ещё одна, понимаешь, такая палка двух концов. С одной стороны, экстерьер когда-то писался людьми, и он нужен, и он необходим, просто потому что есть экстерьер, ты знаешь, вот это немецкая овчарка, вот это, там, я не знаю, протвейлер. Ты различаешь эти породы. Но, с другой стороны, когда я была однажды с клиентской собакой на выставке, а там была венгерская выжила, и в оценке ему пишут, у этой собаки недостаточная длина хвоста, вследствие чего там снимают ей какую-то эту, вследствие чего это будет мешать ей на охоте. Как Карл длина хвоста помешает собаке на охоте? То есть начинается уже у многих пород отслеживание там длинноноса. Ну, то есть что нужно от охотничьей собаке? Что нужно от такса? Чтобы она залезла в лисью нору или там в кроличью, и вышла оттуда с лисой, или с кроликом, и в идеале живая. Лисой с кроличьей норы, там с лисой из-за зеркалия такая, привет! В идеале живая. Да. С собакой или лиса? С собака. Потому что охотничья собака, она не рассчитывает на человека. Она рассчитывает сама на себя. Но опять-таки в определенных видах охоты, там, где собака работает, не знаю, не семена в охоте, но, предположим, ирландские волкодавы, собак, которые охотят на волка. Это такие большие, волосатые, такие худые очень. Да, да. То есть человек не пойдет с волком сражаться, у него для этого есть собака, он отправит собаку. Скажи мне, для чего в Праге вот этих собак заводят? Вот я иду... Потому что нравится внешне. Ага. В этом большая проблема. То есть люди смотрят Хатику. Смотрел? Я очень люблю собак, и этот фильм вышел, когда у нас умерла Эммерстафик, и я такой, точно Хатика не буду смотреть. Ну да, это печально. Ну да, грусть. А я там какую-то другую книгу простав и прочитал, ой, не вспомнил, а там тоже сопли, слезы, эмоции. Там еще Ричард Гир, он же гениальный актер. Ну, собственно, да. Я как бы знаю, о чем я хочу. Да, конечно. Все посмотрели историю. Потрясающе красиво. Красиво. То есть опять, в фильме о собаках нужно понимать, что это маркетинг. Во-первых. Во-вторых, это идеальный вид этой породы, этой собаки. Она выучена, она выдросена. Зачастую ни одна собака принимает участие в съемках фильма. Например, вот не Рекс был, а российский, скажи мне, как он назывался. Нет, вот современный. Ко мне Мухтар. Современный сериал про Авчарку. Ну, я понял. Не помню. Лейтенант Мухтар. Вот что такое, да. Там даже написано в титрах, там 3-4 собаки принимают участие. И хати как красиво. Все посмотрели картину. А это какая порода там японская? Акита. Акитаин. Они же суперстремные такие ребята. Насколько я знаю, что они, ну, типа вот так у него и все. Сибаина, Акитаина. Но, вот почему зарождается проблема? Потому что люди смотрят, вот какая красивая собака, вот какая она хорошенькая. Мишечка. Мишечка фильмы, также лабрадоров после Марлия заводили. И люди заводят, то есть, когда ко мне приходят люди из какой-то породы, я спрашиваю, почему вы завели эту породу? Нам понравился, он миленький. И потом люди начинают понимать, что сибы, Акиты, они очень упрямые. Они не собака для каждого владельца. Бигли тоже очень своеобразная собака. Я слышал фразу, что вот эти японские ребята, что это как раз те собаки, которые сами, ну, вот щенок выбрал хозяина. Вот вплоть до такого, что, ну, есть примеры, когда эта собака действительно там очень преданная, ждёт хозяина у дороги там сколько-то лет, я читал про них, про их породу, но это больше как именно исключение, когда там условно ты пришёл, и там на тебя щенок выбежал, там тебя за штанину из всего помёта начал, типа вот, вот, ну да, тогда он тебя, как бы он тебя выбирает. Не ты его выбираешь и воспитываешь, что вплоть до такого, там уже какие-то такие мистические штуки. Я сейчас ещё раз сломаю систему. Давай. Не работает, да? Когда ты заходишь в загон с щенками, любой адекватный психически здоровый щенок побежит к тебе знакомиться. Они все начнут прыгать, потому что для них пришла новая игрушка. Кто-то двуногий новый с новым запахом, с новыми штанами, это же кайф, надо попрыгнуть. То есть если щенок сидит в углу и на это всё смотрят, не надо его брать из жалости, что он вот такой один, с ним что-то ненормальное. То есть это странно, если щенок не идёт на контакт с человеком. Это нехорошо, поэтому все щенки бегут. Когда я пришла выбирать Тиграна, их было, ну нет, Тиграна пришла выбирать, у него глаза открылись. Но когда я приходила потом, я четыре раза ездила выбирать щенка. И когда я заходила, на меня бежало шесть щенков, ну то есть нормально, что они все бегут, значит они все плюс-минус здоровые. Второй момент, то что, да, хатик это реальная история, его сняли по реальным событиям, но это не порода. Это, ты знаешь, когда ты берёшь собаку, ты можешь её не дрессировать от слова совсем, и вы будете друг друга всю жизнь понимать. У меня есть такой пример. Это вот коннект. Это когда вы друг друга, вот у людей есть такой талант, есть люди талантливы к этому, которые найдут контакт с собакой, найдут способ объяснить ей, чтобы она поняла, что от неё нужно. И собака окажется весьма пластична в этом. Типа, а, норм, да. У меня есть потрясающий пример у моего знакомого чеха. Он четыре года назад спас из плохих условий щенка серого стаффорда. Очень популярен сейчас серый цвет в собаках. Мне тоже очень нравится серый стаффорды и стаффорды. Стаффорды. Я их очень люблю. Как эти называют? Это бультерьеры, у них, у которых вытянутая морда. Вот такая? Нет, такая вот. Ну, вот с таким горбом. Ну, да. 20, сколько там, 30 атмосфер они, которые давят. Английский бультерьер. Ох, они вот крысёныши напоминают. Ну, у меня мама их очень любит. В этих собаках что-то есть, я не знаю, это прям... Ну, очень тяжёлые. Белые. Вот такая маленькая, то есть она компактная. Мини. Да, и белая. Я такой, ну, всегда... Я понимаю, что это как бы бальцевская порода, и не надо... Не, не, ну, так, что как бы я не полезу к ней, если мне хозяйка не скажет, что можно погладить. То есть, если там какая-то более-менее так, ну, дурнуха какая-то вот такая вот бежит, там, я ещё понимаю вот этот вот пайп, что там как-то можно ой-ой-ой, и посмотреть. то есть я немножко чувствую с собаками у нас были собаки. А когда вот идёт просто спокойно, и вот особенно такие породы, я так... Лучше не лезь. Да, да, да. Просто, ну, если хозяйка скажет, что можно погладить, я спрошу, она скажет, да, да, да. Вот такая есть. Я за собой стал замечать дурную вот эту вот черту, когда идёт собака и... Вот так вот. Так вот только мне клиенты приходят, он бежит ко всем людям, они его гладят. Что мне делать? Я говорю, ну, людей орите. Да, да, да. Я говорю, просите, объясняйте по-хорошему. То есть когда у меня... Когда я звала Анди... Это кто? Это старшая моя собака. Порода. Немецкие боксёры. Оба. Ага. Знаешь таких? Представляю, но они невысокие. А мне? Совчарку. Совчарку. Они 63 сантиметра у меня, Тигран ровно. 63 на 63. Квадратный. Просто раньше они... Помнишь фильм «Приключения итальянца в России?» Конечно. Там боксёр был. А, ну, это вот боксёр. Ты просто бы сказал боксёр. У меня вот это боксёр. То есть у нас был... Сразу шаркуфировали. Да. У нас как-то вот волнами... Сначала я из Беларуси, из Бреста. У нас была волна. Все завели мраморных догов. Да. Потом все завели вот этих вот боксёров. Ну, знаешь, как будто вот так вот оно всё прям щёлкало. По фильмам. Потом спаниели были. Кокер спаниели. Коли. Потом были Коли. И вот, наверное, всё. Это вот прям такие массовые. Потому что мы жили в военном городке. Знаешь, как закрыто такое... Ну, довольно закрытое комитет. И ты видишь там, что собаки такие-таки... Сейчас уже понятно, там уже в Косико. Да, да. Но Астафов много тоже в Беларуси, я заметил. Как и здесь. В России, в принципе, много. Они достаточно популярны. И достаточно... То есть я бы себе хотела Астафов. У меня есть топ-пород, который я бы себе... Ну-ка, давай. Давай. Топ сколько? Топ 3-5? Пять, наверное. Ну, смотри. Сейчас у меня... Только давай ещё про критерии. Мне очень интересно от себя, как профессионалы, узнать... Что мне надо? Какие критерии? Да, вот смотри. Ты подняла очень классный вопрос, что люди заводят, ой, мне понравилось. Я вот только сейчас понимаю, что можно сравнить собаку с машиной. Да. То есть ты можешь... Ой, классный мини-купер, да? Давай купим мини-купер и поедем на нём картошку копать. Или холодильник на нём повезём. То есть ты же как бы вот... Именно. То есть я, например, езжу с собакой по полям, по следам. У меня Hyundai комбиком, да? Слушай, в неделю один раз я застреваю. Я сейчас смотрю себе новый, смотрю кроссовер. То есть если у меня собаки, я езжу в поля, я себе ламборгини спортивную не буду покупать. Думаешь, не надо? Хотя, можно, конечно, попробовать, но, боюсь, итальянцы будут в шоке от того, как я эту машину использую. И потом на гарантику или на техобслуживание что ты с ним делаешь? Да я вот в поля ездил. В поля ездил, да. И это да. То есть какие мне важны критерии в породе для меня? В первую очередь это генетическое здоровье. Разъясни. Смотри, каждая порода имеет свои проблемы. Например, немецкая овчарка на сегодняшний день насчитывает 53 генетических заболевания. Это много. Это очень много. Которое она несёт в себе. То есть если из 10 собак сколько будет болеть условно? Ты не знаешь, потому что никто не... Если человек начнёт делать анализы на эти... А, то есть мы не знаем, что они болеют, но они болеют. Да. Это же деньги. Ты знаешь, ты приносишь там, суку, да? И допустим, тебе хватило денег. Я в последний раз это слово слышал с такой интонацией в треке какого-либо фейса. Девочка, да. Собака девочка. Не-не-не, всё, год, всё. Просто, ну, знаешь, неожиданно. Неожиданно. Сука. О, что? Это как у... В этом, скажи мне. Му-му. Я просто помню, там, в каком четвёртом классе му-му-му. Да, 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 да. И там такое произведение, литература, и там... Я очень хорошо помню это продолжение. Собака оказалась, сука. Да. В четвёртом классе к этому прицепились все. Просто весь класс. Ну, у нас в белорусском языке есть слово «пыска». Ага. Как ты думаешь, что можно знать слово «пыска» на белорусском языке? Пёс. Нет. Пыска. Сука. Высунул, и крот высунул свою пыску. Морда. Ага. Тоже четвёртый, пятый, нет, пятый, шестой класс. Ну, понимаешь. Типа, как бы там фонтан. А на словацком, знаешь, как вот... В чешском собака женского рода – это фэна. Или там чуба зависит. Ну, фэна – это литература. В словацком – это сучка. Сучка. Ну, словацкий, ну, русский пересекается. Да, то есть у меня очень много словаков, и у меня такое уже чехословацкий в основном, ну, очень часто язык это. И это так смешно, то есть... Но когда я скажу чехам, если что-нибудь у меня сбой системы произойдёт, и я им скажу там «той сучка», они не понимают. Ага. Ну, как бы чехи, словаков бывают у них, это нет коннекта. Случается. Не только с чехами, я тоже и словаков, что-то не очень. Так давай там, что ты там с сукой-то делала, принесли с суком. Приводят тебе вот сук в овчарки, да? Допустим, во-первых, это всё дорого стоит сделать все эти генетические тесты. Допустим, владелец разорился, сделал ей 53 генетических анализа. Как это стоит? Ну, слушай, у боксёров обязательный спондилёз, это расщепление позвонков. Сука, окей, но вот эти спондилёз – это заболевание позвоночника. Не матерись, мы тут... Заболевание позвоночника. Вот, вот, вот. Нужен анализ на него, нужны колени, по-моему, и сердце. Ага. То есть... Три анализа. Три анализа. Сколько? Сердце стоит, если это в Праге, в районе четырёх... Тысяч. Тысяч. Ага, 150 евро. Так. И в рентгене, то есть это всё делается в рентгене в районе двух-трёх, и плюс потом 500 крон обычно стоит официальная вот с печатью... Бумажка. Бумажка от определённого врача. Четыре, три и пятьсот, семь, пятьсот, триста евро. Триста евро – это только три. То есть условно каждый по сотне. Это те, которые обязательны. Да. Условно каждый по сотне – это 53, это пять-триста, просто посмотреть, чтобы... Плюс потом, если ты хочешь... То есть я... У меня собака ложится раз в какое-то время на стол на рентген. Вот мы были две недели назад, от челюсти по запястью. Ого. Полностью я просмотрела. То есть у меня это вышло, но я не шла в самую крутую клинику, потому что мне просто нужны были снимки в 3000. Ага, 120 евро. Окей. Не помню, сколько. Давай вернёмся к топу, и мы про это поговорим, про цены. Мне тоже интересно этот. Топ пять собак по... Для меня. Да, по версии Лики. Во-первых, я занимаюсь спортом и ГП, и ПО, в прошлом, с собаками. Давай сначала топ, а потом сейчас уйдём. Да, да, да. Расскажу потом. Поэтому я всё-таки отталкиваюсь к собакам для этого спорта, рабочего класса. То есть сейчас я буду себе в ближайшем будущем брать бельгийскую овчарку, а именно разновидность малинуа. Это такие пушистые? Нет, они рыжие, худые, такие элегантные. Малинуа, видимо. С такими длинными ушками. Он нас слышит. Вот просто. Да. Они вообще, это как лиса из этого. Это «Морковный дождь». Там папа-лист такой был в шляпе. Советский мультик. Типа «Дождь морковный», «Дождь конфетный». И там вот у него тоже чёрные вот эти вот мимимишки. Ну вот такие мимимишки. Это такая, как бы пистолетик мимимишка. Не, ну вот. Ну да, это-то не щеночки такие. Но там у тебя немецкая внизу попалась. Вот это да, да, да. Слушай, почему я их... Вот, 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 вот. Я их сейчас стал видеть очень часто. Они становятся очень популярны. Почему? Фильм? Во-первых, фильмы вышло два, по-моему. Помнишь ли? Окей, поговорим. Какой-то «Макс». Не помню, какой-то «Макс». И мне очень... Мой, один из любимых фильмов про собак, это «Полковник Ливи». Но там немецкая овчарка, по-моему, была. На реальных событиях тоже снята. Что с этими «Малинуа»? Эти собаки, во-первых, работают в основном в полиции. Полиция, армия. То есть там бридинг, разведение, ещё не настолько испорчено, как у немецких овчарок. То есть сейчас вот как раз тот момент, когда можно купить, а через 10 лет уже будет опять плохо. Да, я думаю, что да. Но, опять же, Чехия славит... То есть это одна из лидирующих стран в этом спорте, в котором я поднимаю участие. Что это за спорт? Это в своё время было ИПО. Это троеборье с собакой. То есть когда-то это не был спорт, это были отборочные такие мероприятия для отбора овчарок немецких на профпригодность в армии. Что там делается? Там есть три дисциплины. Первая работа, послушание и защитная часть. Сейчас уже овчарок отбирают немножко по-другому, и из этого сделали спорт международного уровня. Серьёзно? Приходятся чемпионаты мира. Есть в разных, в отдельных породах, например, бельгийские овчарки, немецкие, артвейлеры, боксёры, доберманы. Может быть, ещё резиншнауты. И чехлафа. Обязательно. С йоркширским терьером в первых рядах. И устраивается потом чемпионат мира FC. Знаешь, что такое FC? Нет. FC – это Федерация Геологического Спорта. Мировая. Со штаб-квартирой в Брюсселе, если буду не помнить. Звучит хорошо. Да. И у Евросоюза есть странные партнёры. В Чехии это… Сейчас не буду врать. Или ЧМКУ, или ЧКС, скорее всего. Чешский кинологический спорта. Потому что это он. В России это РКС. Беларусь, не знаю. Там же белорусский клуб самоководов. Как-то так. И будет всегда пометка FC написана. Это круто, типа, считается. Это единственная аккредитованная миром Федерация Кинологии. Ну, скажем так. Есть ещё американская, но она в Америке. Она в основном не котируется в Европе. Родословная. Если ты в этой Федерации состоишь, то что это значит? Страна должна состоять. То есть, например… Страна. То есть, у неё есть страна-партнёр, возьмём Чехию. И, соответственно, родословные собак будут под брендом, ну, под эгидой, не знаю, как сказать, под флагом FCE. И они будут котироваться по миру, где FCE является, то есть, ну, кавер, вот эту страну. Входит в ассоциацию. Страна, которая, да, входит под их… Попытались разобраться. И так. А что мы говорим? Вот, по чемпионате мира. Про себя, говорим. Про себя. И помимо того, что есть чемпионаты у каждой породы, когда вот выбрали там лучшие бельгийские овчарки, боксёры, доберманы и прочее, есть ещё чемпионат мира FCE. Там участвуют все породы служебные. Доберманы, боксёры, овчарки, немецкие, бельгийские. Кого-то я упустила, кого-то я обидела. Чехолхо. Ротвейлеры. Чехолхо. И, по-моему, резиншнауцеры, но не буду врать, по-моему, они тоже. Хорошо. Может быть, даже родный интерьер. Не буду врать. Туда съезжают уже со всех стран. Нужно получить допуск, делегацию, чтобы с тобой ехала. Было очень потрясающий случай. То есть сейчас закончу об этом. И чтобы боксёр выиграл на чемпионате мира FCE, это будет просто чудо-чудесно. Это невозможно. Потому что, несмотря на то, что занимаюсь боксёрами, боксёр не соперник Малиноа. там умнее, там лучше, там быстрее, там драйвы. То есть я выхожу... То есть боксёр, да, плоскобордая собака. Я выхожу с ним на след, и у нас очень тяжело идёт след. Он любит кусать, он любит послушание, но след – это не его работа. У него достаточно плоский нос. Он не просит жару, не просит пола. На мини-кубере за холодильником поехать. Ну нет, но не настолько. Нет, ну можешь увезти холодильник, но не очень удобно. Не очень удобно. Овчар там проще, у них и нос, и предрасположенность. Микроавтобус такой. Положил в мотере. Ну нормально, додавка. Это первая порода. Малиноа. Ты нам рассказала про соревнования, и это очень клёво. Потому что не всегда понятно. Вот потрясающий случай, интересный про этот спорт. Есть сейчас все, каждый уважающий себя дрессировщик, кинолог, и не люблю слово кинолог, и к себе не употребляю. Оно бросил клеша. Оно бросил таким вот. Сейчас каждый второй кинолог. Особенно в Чехии же есть институт ЧЗУ, по-моему, предлагает факультет кинологии. Я даже не представляю, чему там учат. У меня пошла подруга, год отучилась, и сказала, что-то мне пара коров надоело слушать. Не знаю, как там коровы затесались в факультете кинологии. И сейчас очень многие пишут, там, кинолог, зоопсихолог. Ну, кинолог – это уже зоопсихолог. Ну, это же такая… Это стало каждый, кто научился держать поводок, кричить, я кинолог. Да. И как-то мне не нравится. Я называю себя инструктор по дрессировке. Инструктор по дрессировке. Когда я общаюсь, мне звонят клиенты, говорят там, здравствуйте, либо я отправляю информацию какую-то в WhatsApp, я пишу, здравствуйте, это лига инструктор по дрессировке. Кинологов много, но интересно. И как правильно? Инструктор по дрессировке. Инструктор по дрессировке. Я говорю, а, понятно, спасибо. Ну, ладно, до свидания. Нам просто кинолог нужен был. К счастью, такого еще не было. Нет, ну, конечно, как бы против системы слишком не попрешь, и поэтому, когда я в Инстаграме доставляю посты, я пишу хэштег, не скрипя зубами, кинолог Прага. Ну, ну. Но, опять-таки, если я буду писать в Инстаграме инструктор по дрессировке Прага, это, блин... Кто найдет. Никто даже не додумается, понимаешь, вести. Я бы не додумалась, то есть, ну. И был потрясающий... Есть потрясающий... Вот, кинолог. Есть потрясающий кинолог, основатель метода бесконфликтной дрессировки, которым сейчас пользуются все. Ну, просто... Ну, очень... Так классно, извини, пока ты мысль сформулируешь, я тебя перебью. Интересно слышать, когда специалист какой-то говорит, ну, все пользуются, знаешь, я вот первого инструктора по дрессировке слэш-кинолога вижу в жизни, да, и слышать, да все пользуются. Такой, о, все так. Не пользуются, не пользуются. Так у меня кинолог, мне это знакомых, знаешь, ну, просто когда ты в своей вот этой вот тусовке варишься, они там все, они все, они все. Кто они все? Вот у меня первый человек, вообще знакомый, который занимается собаками. Да, да, да. Поэтому это такое, это чисто такая внутренняя тусовочная. Конечно, да, да, да. Нам отсюда не собаковод... Ну, типа, собаководом даже, ну, то есть я бы, если бы ты мне написал, я бы написал тебе, Лика, у меня есть собака, мне нужен кинолог. Такая, да, да, я как раз вот... Экструктор по дрессировке. Экструктор по дрессировке, у меня такой... Сбой матрицы. Да, 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 что... Я что-то другое сказал, как мы это ж вроде... Ну, ты знаешь, люди понимают. Особенно, когда люди заводят щенка и пробуют сами, открывают Ютуб. Ты помнишь, застал времена Цезаря Милана? Переводчик собачьего был такой, по всем каналам крутили, такой латино-выглядящий взрослый дядечка в Америке щелчком пальцем укрощался мусловных собак. Нет. Я с вас... Это была безумно популярная штука. Это было настолько... Я даже боюсь в губле, не буду. Не слышала историю про Чески Сэн? Нет. Да, конечно. Сколько лет пройдет? С какой целью интересуетесь? Это просто настолько было... Рассказывай. Слушай, суть маркетинга. Нам это показывали в институте. Когда я училась, для меня это была настолько гениальность вот этих двух ребят. Два парня учились дому, фому, вот что-то оттуда. У них был проект, нам нужно было там бакаларска какая-то работа, еще что-то. Они что сделали? Они запустили рекламу, очень масштабную рекламу. Везде баннеры, телевизор, радио, везде что открывается. Какой-то очень крутой супермаркет. Даже фильм потом сделали. Документалку, может быть, минут на 20. Магазин, собрали толпу. Народ приходит, а там нифига нет. Да, да. И так потом народ так злился. Это давно, это на года 2000-е, может, они это сделали. Я видел что-то такое, я... Документалку, я сейчас писал. Да, 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 да. Ты когда сказала фильм про магазин, который не открылся, вот где-то там и украинцы. Это просто гениальность этих ребят. А почему сейчас мы про это говорим? Говорим о этом, потому что сейчас оно все перейдет к Сазару Билану. То есть, когда ты из ничего создаешь настолько масштабный проект, который крутится по всему миру, он приезжал в Прагу, он приезжал в Вену со своими лекциями, и это было очень популярно. Люди на это как бы купились. Потом появился в России его аналог, Натарян, что-то там, не помню как. Но у Сазаря Билана все это было построено на теории доминантности. То есть, он вел теорию, при которой мы доминируем физически над собакой. То удавкой придушиваем, то дергаем. Работала это? Да, работала. Потому что собак не дура, и она не хочет, чтобы ты ее душил на удавке или как-то ее прижимал к земле, и зажимала это. Работала это на более… Вот мы говорили про более слабых темпераментом и характером собак. Собака, которая оказывалась немножко сильнее и шла на конфликт с человеком, что, по сути, против природы. Животное не идет открыто на конфликт с человеком. Это собаки-убийцы, камикадзе. Они давали отпор, и, как правило, на них ставили крест, что усыпляете эту собаку. Очень часто заканчивались истории, когда Сазарь Мелан ставил вердикт, что эта собака не поддается коррекции, то ее усыпляли. И, к счастью, со временем этот метод стал уходить прочь, потому что люди узнали про Ивана Балабанова. Это потрясающий спортсмен, и по тем же, что он занимаюсь я, он родом из Болгарии. И когда он подготовил свою собаку на его уровень чемпионата мира, то есть если я захочу завтра ехать на чемпионат мира, мне знаешь, сколько проблем будет бюрократических? Я не гражданка Чехии, я должна ехать от Казахстана. Но сейчас уже у меня там связи, уже о Чехии поеду, если что. Уже проработала дорожку. Но он пришел в Болгарию, куда-то в инстанцию, сказал, я вот хочу поехать на чемпионат мира со своей собакой. Очень много лет назад это было. Мы сказали, знаешь, нам есть чем заняться, иди со своей собакой, чуть другое позанимайся. Сказал, хорошо. Он обратился в Америку с тем же запросом. Ну, там, видать, как-то посмотрели, обсудили. И Америка ему выдала делегацию. И вот с этой делегацией он выступил на чемпионате мира и выиграл его. У него гражданство. Ему как спортсмену. Он приехал в Америку. Один из моих тренеров, коучей, который меня очень много в этом учит, Алекс Вяткин. Он в Украине сам, но живет в России. Они были знакомы. Алекс в свое время жил тоже в Штатах. И вот именно Иван Балабанов создал вот этот метод бесконфликтной дрессировки. Что это такое? То есть это когда ты учишь собаку, по сути дела, символами позитивного подкрепления. Собака Павлова. Все начинается оттуда. То, как у нас работают рефлексы, как у собак работают рефлексы. Все пошло оттуда. Лампочка, миска, лампочка, спина, миска, еда. Вот эта вот система позволяет обучать собаку без рывков, без каких-то там доминирований, без пинков, без отбирания еды, залазения в миску, чтобы показать, что моя еда. Не надо этого. То есть надо с собакой строить контакт, отношение, доверие, чтобы она тебя слушалась. Не потому, что она пинка боится или шока какого-то, да, ошейника, но потому, что ей прикольно. Собака эгоист. И она всё в своей жизни делает для того, чтобы улучшить своё благосостояние. Она не делает это для тебя, она делает это для себя. Но поскольку мы хомо сапиенс, и мы вот чуть-чуть повыше и поумнее, мы в состоянии перевернуть собачий мозг в ту сторону, которая выгодна нам, и объяснить ей, ты получишь все блага цивилизации, всё, что тебе надо. Слушай меня. Я вот твой центр вселенной, и у меня есть всё, что тебе надо в этой жизни. Но что делают люди? Люди покупают собачку, щеночка, бегут в парк, знакомят собаку с собаками и думают, что вот в это вот счастье. Чему учится собака? Что там круто, с мамой фигово. Топ-пять собак. Да, мне кажется, вот эта история очень, ну, ты какой-то новый свет сейчас открываешь, потому что я помню, что когда у нас была первая собака, у нас была цепочка, такая, ну, она как удавка сделана, через кольцо продевалась, но мы с ней гуляли, и можно было чуть-чуть так вот подтянуть шею, и особенно, когда она маленькая, она сразу чик к ноге. Но это, я никогда не задумывался, что это вот удавка, и что это вот такое доминирование. И я не скажу, что она сильно работала, наверное, потому что я еще и, ну, как-то у меня не было такого, что типа сильно как-то потянуть и сделать больно. Я помню, я помню, не помню, сколько мне было лет, но у нас была собака, и я пошел с ней гулять, и с утра надо ей сходить по маленькому и по большому, и потом я иду, и там, я не помню, или в школу, или в универ я там ехал, короче. И мы гуляем, и уже тыгил, надо ехать мне, а она все пись, 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 и я такой подхожу, поглазил, Бетя, Бетя, такая, ну, 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 не то, что сильно сдавливал, но так. Я просто недавно вспоминал, вот это вот. Ну, что собака, знаешь, думает в этом? Да, даже не представляет. Ну, я слышал, что у них же там уже как-то доказали научно, что у них есть какое-то примитивное мышление, что там, как это вообще у собак, это, с топ-5 мы придем. Ты знаешь, это очень интересно, я недавно читала исследования, достаточно старые, когда вот ты берешь кусочек и показываешь собаке там вот здесь. Вкусняшку. Да, то есть ты берешь его рукой, берешь две руки и показываешь, оно здесь там, просто показываешь на руку, и собака тыкается в него рукой. Если мы возьмем людей, то люди произошли от обезьян, да, и в этом, кстати, наше большое различие. Мы обезьянки, нам надо друг друга вот тискать, а собаки это псовые, они не тискают друг друга, поэтому не надо с собакой вот этого вот. Они это не понимают, это нужно нам, но собака думает, хозяин, это дебил. Вот, честно. Вот, и берем еду, показываем и кладем в руки, и собака тыкается в руку, в которой еда. Незаправда. Но когда? Она просто будет носом, она увидела, что ты показал, она это связала и тыкается. Но обезьяны в этом эксперименте провалились. То есть мы происходим от обезьян. Обезьян считается намного умнее, чем псовые, чем собаки. Но обезьяны не поняли, что вот здесь надо сделать, куда там что тыкаться нужно. Следующий вопрос от Руслана. Он задавал, когда я ему говорил по поводу нашей сегодняшней беседы, он рассказал, что есть видео в соцсетях, где там какая-то штуковина с кнопками. Да. И собака к ней подходит и там нажимает условно первую, вторую и третью кнопки, и это означает там «дай мячик». И там то ли оно как-то произносит, то ли просто там написано, что это же просто учат нажимать на… Это отбор поведения. И есть такая штука, как кликер, например, который я очень люблю. Знаешь, что это такое? Такая пластиковая штучка, ты нажимаешь на кнопочку, и она издаёт такой клик, просто звук. И образно, да, то есть, ну, что-нибудь придумать, да, какое-то там, я не знаю, я хочу, чтобы меня собака отодвинула там какой-то шнур. И ты начинаешь просто… Ты сначала можешь показать поведение, которое тебе нужно, ты издаёшь этот звук, либо говоришь «еда», допустим, и даёшь еду. Либо, то есть, уже, например, более опытные собаки есть такое упражнение, фитнес такое, ну, не фитнес, просто какое-то упражнение, называется «шейпинг». То есть, именно вот там, где нет команды, собака додумывается, то есть, открыть дверь какую-то, да. Собака идёт, и ты отбираешь поведение, то есть, горячо-холодно. Ты ей ставишь эту коробочку с кнопочками, она такая раз, просто посмотрела, ты ей раз, клик, издал, ну, этот звук, сказал «да», дал кусок. Собака такая «интересно, а если я ещё посмотрю, ты опять даёшь кусок, она такая. Если я ещё посмотрю, и ты молчишь, она такая «так, попробуй тыкнуться». И получает кусок. И она начинает думать, как из тебя достать этот кусок. И путём того, что вот она начинает больше тыкать, больше там, получится там кусок или мяч, например, вылетит. И так постепенно ты начинаешь брать эти кнопочки, и так собака учится. А так, например, учила у собаки делать апорт. Я брала салфетки, копысники обычные, которые карманы, и вот здесь у меня был клик, я ей показываю, он посмотрел, я ему дала корм. Он такой, индика, бесплатная еда, прикольно, он в этом плане очень умный, и он очень быстро схватывает. И я ему вставлю, он такой, опять посмотрел, я ему опять корм. Третий раз он такой, посмотрел, я говорю, а всё, думай дальше. Он такой, понюхай его, понюхал, получил корм. Потом, понюхал, не работает. Говорит, так, что бы сделать, чтобы с мамой корм посыпался? Он такой, дай попробую лизнуть. Лизнул, получил корм. Дальше не получает. Говорит, а если я в пасть возьму? Взял, тут у мамы вообще было счастье. Мама закормила, он такой, прикольно, мама. И потом постепенно я учила держать. Он берёт, я отпускаю, он держит, держит, держит. Я издаю клик, он выкидывает, и я ему даю еду. То есть он понимает, что нужно держать до клика. И так постепенно, то есть делается очень много бытовых вещей или каких-то вот таких вот друговых. Есть моменты, где ты без команд не обойдёшься. Скажи мне, пожалуйста, вот этот вот, от первого, показала ты салфетке до того, как он отпустил челюсть, вот это вот сколько времени проходит? Клика? Нет, ну вот в целом, чтобы собака научилась это делать. Смотри, какая собака. Ну плюс-минус, давай так возьмём, среднестатистическую не сильно. Ты знаешь, за один раз можно сделать. Да ты что? Да, то есть если ты за одну тренировку, за одну тренировку. То есть если собака, в принципе, понимает и умеет строить какую-то логическую цепочку, у вас есть коннект, она понимает кликером, понимает, что что-то будет, то ты можешь добиться, в принципе, за один раз того, что она у тебя возьмёт, тут же как бы ты ей кликнешь, пока она не успела отпустить, дашь еду и на этом закончишь. То есть собаке тоже нужно давать время переспать с этой мыслью и через день или на следующий день взять ещё раз и попробовать уже дойти до более там следующего левела и она на самом деле на второй раз уже пойдёт намного быстрее, потому что она понимает. Когда мне нужно вот салфетками показать аппорт клиентам, я не могу это делать с Тиги со своей собакой, потому что он сразу, то есть ему он уже знает, ему интересно вот это вот с самого начала смотреть. Прилюди вот эти вот. Да, он говорит, мам, мне задача надо делать, давай вот опустим вот эту лирику и сразу ты меня покормишь. Прикол. Набор стандартный, вот этот сидеть, лежать, стоять, пыхтеть и вот это вот всё, что мы любим показывать своим гостям, когда они приходят, мы вот... Нет сына, которого, знаешь, поставить на табуретку стих, что значит есть собака, да, вот смотрите, вот он у нас тут сидит, ходит, лежит, там, да, вот это вот, вот такой комплект человеческих эго ласково сильных упражнений для собаки сколько воспитывается, тоже, ну, такой не сильно сложный процесс. Ты знаешь, он, когда кто-нибудь приходит и спрашивает, сколько нужно времени, чтобы обучить собаку? Я говорю, сколько вам нужно времени, чтобы учить китайский? Ну вот, плюс-минус. Понимаешь, собаку обучить несложно, а сложнее обучить людей. Собаку, то есть, если я возьму своего пса, то есть, вот этот стандартный бытовой спортивный у нас же был и быт, и спорт, причём Стигия сделал очень большую ошибку, я брала его целенаправленно на спорт. Если Анди, я купила просто, потому что я безумно хотела собаку наконец-то, свою, а не дома, то Стигия уже был выбран мною под спорт, и я очень долго его искала. То я решила, что мне не нужен быт, я хочу только спорт. Я над этим очень сильно как бы пожалела. Я потом уже у взрослой собаки строила бытовое послушание, бытовое воспитание. И сколько это заняло, если утром? У него взрослого месяца три. То есть, три месяца, и что он начал делать? Он как бы, он знал сидеть, лежать, но у него не было какого-то, ты знаешь, воспитание с той точки зрения, что я не гуляю с собаками в парке, я не гуляю с собаками по тротуарам, я их в машину посадила, мы уехали, погуляли, позанимались, всё. У меня не было такого, чтобы взять Тиге и пойти с подружкой погулять на Вашеграде. То есть, как бы, зачем? У меня у собаки по три тренировки в день, пусть отдыхает. Я погуляю, потом приеду за ним и поеду с ним на тренировку. Окей, ну у тебя такой суперпрофессиональный подход в этом плане. А если бы у тебя не было вот этих трёх тренировок, условно, тебе хотелось бы с подругой погулять по Вашеграду, чтобы твоя собака в рамках вот даже чешского понимания прилично себя вела, чтобы она тебе не доставляла проблем с тем, что там дети играют или там условно келбаса грилована упала и лежит и ты такая, чтобы вот там не выглядывать, съела или не съела велосипедиста или бегуну, вот это вот, чтобы не испугало человека, ни ребёнка, ни того, кто там каким-то спортом занимается. Вот для такого, для такого, если берём собаку, чтобы... ей было 6 месяцев, мы потеряли поводок и мы гуляли с подружкой, мы встретились на Народном театре и пошли с Рынанский остров, Карловпост, Пражский град и у меня был потерян поводок. И у меня щенку было 6 месяцев. Я говорю, Ланде рядом. Она шла, у меня даже еды с собой не было. На честном слове, на спасибо, там молодые. Но ты уже занималась с ней до этого? Мне было 18 лет. Да, я её обучала сама, мы никуда не ходили, я попала на площадку, ей было 3 года, и тогда я хотела спортом заниматься, и мне нужна была площадка. А до этого всё, что она умела, она умела, вот потому что вот мы с ней занимались, я её учила. Ты уже тогда знала вот эту вот технологическую движуху? Я, зачем с детства? С детства, то есть, у меня пудель таскала, Ротвейлера я получила, а потом, ну, к слову Ротвейлера, да, мама родила сестру, собака была выпнута ко мне в комнату очень жёстко, и она лаяла, соответственно, когда кто-то приходил, она охраняла, и она будила сестру, то есть маленький ребёнок, то там зубы, то не зубы, то ещё что-то, мама замученная, и она потом переехала к отцу на фирму, потому что она кинулась на мою маму с сестрой в руках, она была очень злопамятная, она маму не простила до конца жизни, и потом у меня у бабушки была собака, и у нас были хаски, но в доме, то есть мне родители разводили хаски, ну, в смысле, с участка, у нас квартира и дом, и вот в доме у нас жили хаски, то есть я ими занималась, но это не было такого, во-первых, это не были мои собаки, у меня не было ощущения ответственности за них, у меня была морская свинка, и это хватало. Ну, что она покормить там, погладить там. Да, и всё. Я переехала когда сюда, да, я была в первом курсе, то есть я год отучилась чешский, уехала на лето домой, приезжаю, и я понимаю, что всё, я в Чехии просто, здесь же невозможно навести собак. Кстати, вот этот момент, ты кайфанула, как собака относится? Сейчас к застани достаточно много собак. В 2008 году их было мало, все боялись, все орали, всех травили. Я не могу сказать, что сейчас в Казахстане любят собак. В Казахстане? Я про Чехию, про Чехию. Я в Казахстане, и знаешь, я прилетаю сюда, и я офигеваю, сколько здесь собак. Да, 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 да. И они ходят, они без поводка, они в ресторанах. В ресторанах, пси-спа, да, парикмахи. Ой, типа, да ладно. Я безумно хотела, конечно, собаку, я не говорила про это родители, меня бы убили. Я попросила подружку, которая говорила по-чешски, спросить у моего владельца квартиры, можно ли, нет. Он говорит, да, да. И я начинаю сказать собаку. Чехский был так, себе на уровне поиска собаки был фиговый. Я не понимала, что такое, почему пишут с ПП, и почему без ПП, что это означает. А что это означает? Средословный или без? Рука с поводу ПП. И, короче, день Х, у меня три просмотра. Первый, я не помню, был собак, второй была Анди, и третья должна была ехать с Таффордом с ПП, кстати, с родословной. А, нет, вру, до этого была вообще красавшая история. Я на Базоши нахожу объявление, что дарил двухсполовинолетнюю овчарку, взрослую, красивую, вот там прям Рекс, она была очень красивая. Я звоню, со мной разговаривает девушка, говорит, я слышу акцент, можем на русский перейти. Я говорю, да, давайте. Я говорю, знаете, я её не отдаю, у меня очень тяжёлая жизненная ситуация, мне нужно собаку отдать на время, но я не знаю, я говорю, ну да, давайте возьму. Приезжает ко мне девушка в 7 утра, в короткой ёмке, вот в таких шпиляках, я молчу про макияж, вообще про всё остальное, с овчаркой, отдаёт мне овчарку и уезжает. У неё там был мой телефон и пропадает на месяц. Собака была потрясающая. Она была очень умная, она была выдрессирована, она была вот прям, вот овчарка, знаешь, вот такая человечная, классная была собака. Она не любила других собак, но она к ним не бежала. То есть к ней кто-то бежит, она скажет, пошёл вон и идёт дальше. Девушка работала стриптизёршей, как потом выяснилось. И у неё какие-то были проблемы, и ей негде было жить. В итоге потом весь этот собак, и ко мне эта девушка переехала, которая у меня лет на 10 была старше, наверное. В общем, это всё как-то длилось, наверное, месяца 4. Эта собака кочевала туда-сюда, пока в один прекрасный день она не приехала взять собаку погулять, и больше я её не видела. Я её видела случайно, потом, уже спустя лет 6. В стриптизкуле, когда послали... Нет, в автошколе. Нет, в автошколе я ехала, это училась, смотрю, она и с собакой. Думаю, ну ладно. И вот у меня, значит, я нашла тоже на базоши объявление, позвонила. Первый, я не помню, кто был, мне не понравились, еду смотреть Анди. Её продавали за 5 тысяч крон. Сегодня, причём, 2009 год, это были большие, достаточно такие, как бы, деньги, и, значит, я еду. Меня встречает бабушка на Панкратце, где была полиция иностранная, если помнишь, в состав то время. Мы заходим домой, дом, ну, квартира, стена, в стене крючок, цепь, наверное, вот такая, на ней сидит трёхмесячный щенок, без ошельника, а просто на цепи. И вот здесь такой, знаешь, как замочек. И у неё там же будка, в которую она практически заходит, в квартире. Причём там цей, будто бы у неё тигр, а не щенок сидит. И она такая скачет, прыгает, душится, такая счастливая. Она говорит, вы знаете, я её купила, но у меня нет на неё времени. Она, короче, всё портит, она очень такая весёлая, я вообще буду рада, если она вот у кого-то молодого будет. Я такая, да, да. И она очень, просто продажник от Бога, бабушка, прям бабушка. Она мне, значит, собаку, документы, пять тысяч, до свидания. Она схлорана. И я такая за порогом. У меня она даже там или дала, а, веревочку она мне дала, у неё не было поводка ошельника. Я думаю, окей. Я выхожу на улицу, ставлю её на землю, она начинает орать. Знаешь, она боится, это было начало сентября. Она орёт от того, что она не была на улице никогда, как потом уяснилось. Фигня. Мне нужно было на Флору приехать, спонкраться там на Флору, не помню. Ну, в общем, приехать там на Флору, на метро. Это был ужас. Она вся обделалась, она орала, она визжала, мне было стыдно. На меня все смотрели, будто я там эту собаку истязаю, я её держу на руках, пытаюсь ей придерживать морду и говорю, сполчи, пожалуйста. Её уже звали Анти на тот момент, я не стала переименовывать. И мы приезжаем домой, дома она была нормальна. Но как? Она забилась в угол, и она просто там сидела. Я молчу про все возможные проблемы с ЖКТ, которые я лечила пять лет, пока я не перешла на натуральную еду и на там кормление сырым мясом. Аллергии, просто это было ужас. Но первый год она боялась салютов, она боялась стрельбы. Она два месяца особо не хотела выходить на улицу, потому что она боялась травы, дождя, там просто букет, знаешь. Это была мечта. Мир какой ты открывала, это дождь, моя молодая. Это была мечта 18-летнего, блин, кинолога. Ну как кинолога, я тогда не планировала заниматься дрессировкой собак в своей жизни. А когда у тебя включилось вот это, что всё, это вот нафиг, папин дедушкин бизнес, семья, до свидания. Я хотела сама, но я хотела, у меня была мечта работать либо военным собакой. Вот знаешь, вот те, то есть в мире военных это камикадзе. Когда ты где-то там, ну иран, иран, горячие точки, идёт вот наряд, и впереди идёт человек с собакой. Собака находит мины. Да. Ну и собака может дать факап. Или собака может идти прямо и не заметить, а человек там, например, на столбе. Ну да, да, да. То есть эти люди, во-первых, когда какой-то огонь открывают напротив враги, да, это первые. То есть за собак назначают такие деньги. Убить собаку-кинолога, это просто, это в почёте. Потому что с хорошей собакой. Ты хотела вот этим заниматься? Ну, я это хотела, то есть с точки зрения помощи людей. Людям. Потом вспомнил, что у меня есть мам с папой. Ну да. И я поняла, что тогда произошло очень сильное землетрясение в Италии. Я видела по телевизору, как вот, ты ещё в школе, мне кажется, была. Собаки работают. Да, я думаю, это же круто. То есть у нас совсем опасный район в Алмате. И я потом не захотелась безумно... То есть мне никогда не хотелось собаку на диван. Мне хотелось собаку, которая будет помогать людям, которая будет нужна и которая будет выполнять ту миссию, для которой собака произведена вот человеком одомашенной. Её не одомашили, чтобы она пуфиком лежала в ногах у хозяина. Она для работы создана. И для какой-то нужной. То есть, да, не деградировать. И человек может жить на диване, ну, как бы, в общем. Если его будут кормить бесплатно, он может жить на диване. Будешь как великий, не хочу. Вот. И уровень развития и интеллекта останется тоже на диване и у человека, и у собаки. И мне безумно от этого вот хотелось. И потом, когда я взяла Анди, то есть я её брала просто себе. Ну, мне было 18 лет, и безумно хотела собаку. И я хотела, конечно, обучить. И вот здесь мне попадается такой щенок просто, который боялся всего на свете. И я с ней ходила, потом я с Флоры переехала на Альшанской намнести, прожила в той квартире 9 лет. И на Порукарском, снизу, там какой-то клуб биатлонистов, по-моему, что-то в этом духе. И они стреляют. То есть они отрабатывают там стрельбу. Я узнала, когда они отрабатывают стрельбу. Я ходила на все их тренировки, за забором, занималась с ней, играла, кушали, притягивались. Не привыкла. Не привыкла. То есть я добилась за 12 лет жизни собаки того, что она не убегает. Она замирает. Я добилась того, что она вот замрет и стоит. Просто ей можно так вот перед лицом делать, и она будет стоять. Хотя бы так. Потом я ее научила ложиться по команде на любом расстоянии, где бы она ни была. Но это когда она начала слепнуть. У нее была травма глаза, у нее был инсульт, и она сейчас практически... То есть она не сколько слепая, сколько у нее, мне кажется, мозг не сосредотачивается. И вот она ее сюда поставит, то есть, ну, конечно, без всей аппаратуры, она меня потеряет. Она меня потеряет, мне отрит от меня. Потому что новое место у нее и запахи, и все-все-все, она не фокусируется. Слушай, а как ты как пхенолог, как профессионал переживаешь такие... То есть, ну, у тебя есть разделение... Между собаками? Ну, нет, не разделение между собаками, а отношения. То есть ты четко понимаешь, что это, ну, грубо я скажу, инструмент, который, ну, ты подтачиваешь так, чтобы тебе его удобно в руке держать было. Но при этом, при всем, есть вот эта вот романтичность, вот эта вот хатика, когда вот будет момент, когда ее не станет, ты будешь плакать? Да, конечно. Понимаешь, Теги взял с определенной целью. Анди это собака, которая прошла со мной все. Она прошла со мной любовь. Это бро такое, да? Да, расставания, какие-то отношения, учебы. Плохо мне было, хорошо. Она летала в Казахстан со мной. Окей. Это вот такое мама моя. Да, я хотел понять, насколько у тебя с тем, что ты профессионально и вот так вот относишься, можно сказать, без каких-то вот этих флёра романтики, собачка там для пуфика и всё остальное. То есть ты чётко подходишь к собаке, это вот животное и так далее. Насколько мне просто хотелось понять вот это. Это животное, но опять-таки, как животное установлен уже давным-давно факт, что собаки способны любить, собаки способны испытывать эмоции. И в любом случае, то есть я знаю лично людей, которые, которые достаточно высокое эго, и когда-то всё начиналось с любви к собакам, а сейчас просто собака доходит до чемпионата мира со своим хозяином, выигрывает его и продаётся в Китай. Спортсменам, потому что китайцы не умеют готовить собак ещё, но хотят участвовать в этом спорте. Колумбург очень вручил. Наверное, нет, готовить, наверное, умеют, но подготавливать к спорту вряд ли. Прости, но у меня испорченные чувства не могут ехать, и такие штуки слышу, я не могу удержать. Я как кинолог не должна смеяться, наверное. Ну, хорошо, что ты смеешься. Почему-то ты сказала. Ну, блин, отготавливать собак. Ну, и парадокс в том, что собаки почему-то через годика-полтора пропадают с радаров. У собаки социальная сеть, на самом деле, называется Working Dog, собак, и там просто вот просто датабаза всех собак в мире не знаем, как там декоративных пород, но служебных точно. Там есть мои собаки, ну, тиги антибезродословные, поэтому... А, ты типа заносишь? Их вносят, как правило, уже заводчики. А когда ты регистрируешь, ну, когда вот эти вот ассоциации... Когда называется помёт. И заводчики регистрируют. Это если это не там где-то за углом. Да, 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 да. То есть когда ты серьёзные уже такие. И только как бы с родословными, да. И вот. И, конечно, и там эти собаки пропадают. Я знаю этих людей, которые, то есть, я спрашивала как-то, это чемпионы мира, это великие кинологи Европы, на семинары к ним не запишешься, а типа на собаку им... Я однажды у него спросила, говорю, а зачем? Он такой, ну, слушай, эта собака мне больше ничего не даст. Она со мной счастье больше не испытает. У меня нет времени с ней что-то делать. Ей 5 лет. Это спортивная собака, как у любого спортсмена. Начнутся сейчас травмы, начнут болеть. У меня нет времени там над ней пыхтеть, да. Она всё равно с вами не будет счастлива. Хорошо, почему ты её в семью не продашь? На диван. Потрясающе обученная собака. Я думаю, там нормальные бабла отвалят за такую собаку. Знаешь, сколько в Китае стоит хорошая малиноа, подготовленная после чемпионата мира, от 100 тысяч. Чего? Евро. От 100 тысяч? Евро. Подготовленная после чемпионата в собак. Это 50, 100 и выше зависит. То есть, это достаточно хороший бизнес, понимаешь? И, конечно, когда я на это смотрю, то есть, блин, окей, у меня был вариант, когда я завела тиграну, и мы начали готовиться, когда я забеременела, мне мама сказала, отдавай мне Анди. Я заберу ее в Казахстан. Я говорю, нет. Он говорит, я не отдам, потому что там не та ветеринария, там не эти условия, а если она заболеет, я знаю свою собаку. Я вижу, когда они болеют. Кумы с прокисом. Кумы с прокисом. Я поведу ее в клинику, я отдам последнее, я себя последнее сниму, но мой ребенок и мои собаки будут получать лучшую еду, лучшую заботу, лучшую ветеринарию, и все на свете лучшее. Но я могу остаться вот... У нас Анди был момент в студенчестве, когда я ела доширата, на говядину. Прикольно. Слушай, я вот как раз хотел спросить про... финансы. Мы вернемся когда-нибудь с тобой к топ-5. Помним. И к спорту. К спорту. Нет, спорт мы уже так немножко пробрали. Это мне больше интересно смотреть. С точки зрения финансов. вот. Я себе завожу возьмем бимбо эти, такие маленькие терьерчики, которые... Закрасывай. Вот, они сами. Видишь, как я тебя пройдем? Так вот, завожу я себе такую собаку. Сколько мне это будет стоить вот именно в Праге здесь? Я хочу... Давай сразу тебе дам. Вот. Я хочу, чтобы она хорошо питалась, правильно. Я не знаю, что такое хорошо и правильно питаться для собаки. Я хочу, чтобы у нее была страховка, чтобы, если что, ну, я потом, как ты говоришь, не снимал последнее себя, а все-таки медицина была какой-то, ну, я хочу, чтобы у нее были хорошие поводок, качественный, там, ошейник, какие-то игрушки, и я хочу, чтобы она, мы с ней ладили, то есть, чтобы у нас был контакт. Она меня слушалась, я ее понимал, и, если ты знаешь еще, я хочу с ней путешествовать в самолетах по Европе. Вот приблизительно такой спектр хотелок у меня. Сколько мне для этого надо денег? Я так, наверное, с головой попробую. Хорошо считаешь. Ну, посмотрим, потренируемся. Ну, смотри, фенокс родословный, если мы говорим о джекрасере. Да, давайте по максималу пройдемся. Потому что без родословной это уже априори не джекрасер. Хорошо, хорошо, давай. И они, конкретно про них не скажу, но плюс-минус это 20 тысяч. 20 тысяч кронс. Бывает меньше, бывает больше. Хорошо, давайте сразу тысячу евро. Что мы будем считать? Это сколько сейчас? 25? 25, 26. Ну, это прям... Хорошая родословная. Ну, пусть будет, плюс-минус. Но джекрасеров это будет такой топ. Хорошо. Дальше. Страховка, например, я плачу за тиги в месяц 200 с чем-то крон, и пусть будет 300. 300 крон. Что эта страховка покрывает? Что я могу с ней сделать? У меня самый бейзик. Это, по-моему, до 40 тысяч крон в год. На собаку потом полечить? По-моему, 5% с полуучивства у меня. То есть 500 крон. Да, 500 крон. Я заплатишь в любом случае. Окей, а какая-нибудь, типа, вот, страховка, страховка, что прям вот все... Она, по-моему, в районе 500 стоит. Но там будет, там только растет лимит в год, сколько тебе возначает. Это только урозы. То есть прививки не входят. Хронические заболевания не входят. Там порезать когти, я не знаю, почистить зубы не входит. Только как у людей. Окей. Так, у нас есть страховка за 500 крон в месяц. 12 месяцев – это 6 тысяч крон. Это еще 200 евро. То есть 1200 евро уже есть. Почистить зубы, когти... Я это все равно не делаю. Когда собака правильно питается, и зубы, и волки в природе... Все, хорошо. Развуков не чистят. Да, мы, значит, правильно питаемся. Дальше. Нам надо, да, вот нам надо питаться. Питаться. Самое правильное и нужное для собаки – это натуральное питание. То есть это сырое мясо. Либо это фрукты, овощи, и можно еще крупы. То есть это канадская система питания барс. Все. Все, этого хватит. Есть магазины собачьего мяса. Мне всегда было интересно, почему. Ну, то есть килограмм говядины за 50 крон. Самое, знаешь, что было интересно? Я когда на жижках жила... Прямо говядина? Говядина. Когда жила ножишками, у меня здесь магазин... Это корова, которая умерла? Нет, слушай, собачье мясо, знаешь, где находился? На крематории, на против. Когда с мамой приезжали, мама говорит, а ты уверена, что это собака? Нет, мне потом объяснили. В общем, по закону Евросоюза, если корова бежит, ломает себе ногу или подралась, а они как-то дерутся, представляешь, корова? Её не будут лечить. Её забивают. Но поскольку там какой-то есть процесс перед забитием, ну, бюрократически, чтобы оно поступило в потребление человеку, то в этом случае этот процесс не соблюдается. Корову забили, что с этим дальше? В зоопарке у них своя беднавка, то есть они заказывают у них свои коровы. Курица. Когда отправляют курей под станок, станок может немножечко пойти скос, и на груди не будут синяки. Человек не купит мясо с синяками. Или там, я часто покупаю, когда бёдрышки, оно идёт, прям видно, что знаешь, как синяк, сильный такой, красный. И вот такое мясо, как правило, идёт с собаками. Есть ламбезины такие? Да, бар в шопы, да. Я заказываю, бар в шопы называю. Бар в шопы? Да, бар в шопы. Я, заказываю непосредственно сыр. Я так, как это бойня, да? Ферма, бойня по-русски. На сегодняшний день, скажем так, на двоих собак, больших, вот такие, давай считать Джакрасова. Джакрасова, только мясо по деньгам на месяц, и оставай по максимуму, что надо вщипывать. Но по максимуму это где-то, с красным винчиком там себе сидел спокойно, вечерочек. Тысяча крон, но это прям вот, поездка. Это прямо, если ты его фазанятины будешь ходить, фазанятины. да, тысяча крон, это 12 месяцев, 12 тысяч, это ещё 400, 500 евро. Это у нас было 1100 и 500, 1600. Окей. Плюс тебе нужны гарнир, то есть фрукты, в смысле, овощи. Овощи, фрукты, крупы и немножко витаминов тоже в месяц. Наджа красила, я думаю, это крон 500. Это ещё, это было 12 тысяч, это 500 евро, это 1200 будет, да? Ну, плюс-минус, да. Всё, у меня, по-моему, Всё, я тебе говорю, это конкретно. Подожди, 1600, да, давай сейчас я себе буду помечать. Просто интересно, чтобы потом в итоге... я никогда не высчитывала, что у меня собаки обходятся блога. За 1000 мы купили щенка, за страховка на год у нас по 500. 600, 6 тысяч я вышла. 200 евро. Мясо мы едим на 1000 крон в месяц, это 12 тысяч, это 500 пусть евро. И вот туда же входит у нас и витамины. Нет, витамины отдельно. 500 крон в месяц, это сколько? 6 тысяч ещё. 6 тысяч, это ещё 200 евро. Окей. Так, прививки. Прививки, слушай, так, раз в год ставится там чумка паравирус. Ты можешь сразу вот это вот перемотать и сказать и туго в деньгах. Слушай, я так думаю, вам же раз в мотор входит, ну может быть около 500 крон в год. В год. Хорошо. Плюс раз в три года бешенство ставится, это где-то плюс-минус 500. Ну это такие, мы с таким цифром еды. Мы 25 евро. Да, туда-сюда, да. То есть нам приблизительно какой-то... Поводки-ошейники, а вот здесь очень индивидуально. Есть люди, у которых вот 7 в неделю в 7 видах ошейников. Ну пусть будет. Не, не, я вообще, это можно сказать, я не про себя сейчас. Удавковый вот такой ошейник, просто я его не одеваю на удавку. Это на себя, в смысле? На собаку. Ты просто не на себя показываешь. Я его не защёлкиваю на кольцо удавки, мне удобно, снял, одел. Да, да, да. Такой ошейник, у меня есть очень хорошая сталь, он мне обошёлся в 400 крон. Окей, то есть от 400 до 1000 крон где-то вот можно что-то купить. Можно там праздничный вариант какой-то купить ещё красивый. Окей, 100 евро на вот эти прибамбасы хватит. Да, в принципе, это всё же есть. И коврик, и мячик какой-то всё. Ну, коврик, не, ну, блин, слушай, коврик хороший, ортопедический, а ноги у тебя маленький. Простите. Ортопедический. Чтобы сфак сплавать. Правильно. Не на вот ковре, а вот на матрасе ортопедический. Это не надо. Ну, в идеале, да. Не, ну, не обязательно, конечно, у меня нет такого. Ну, значит, и мне тоже не надо, условно. Значит, ну, окей, давай, поводки, ошейники. Со всякими приколюхами, 100 евро, 2500 крон. Вообще, даже красала за глаза. Всё. Всё, игрушки тебе особо не нужны. 1200, о, у нас вышло 2000 евро. Да ладно, так дёшево. Да. В год? Ну, это за год. У нас же красно, но у меня тоже выходит, конечно. 2000 евро. Если мне надо с этим... С шутцем путешествовать. Да. Так, что тебе надо? Тебе нужно сделать антитела к бешенству. Это стоит забор крови. Это делается раз в жизни. Запор крови. С анализом. Сколько же я платила? Слушай, тысячи две. Крон. Ещё. Это делается раз в жизни. 80. Так, чип, ведь паспорт у тебя будет от заводчика, тебе это не надо. Тебе нужна будет переноска. Ещё 20 евро. Будет и спорт. Ну да, где-то, наверное, это будет уже как раз. 20 евро. Тебе нужно будет с ним лететь. Кстати, у Беляеви я уже, то есть, я с ними, знаешь, как тачу. У Беляеви? Они вообще знают, потому что мне нужна собака на семинар в Киев. Из вражеского аэропорта нельзя вылетать собакой больше 32 килограмм чешскими авиалиниями в Киев. Да. И когда я звонила от Беляева, что мне нужно в Киев, я говорю, девушка, а что напрямую никак? Я говорю, никак. И вот Прага, Минск, Минск, Киев, да, можно было. Беляеви это стоит 60 евро. Я прошу прощения, что я тебя поправлю. Ты очень весело говоришь название этой компании. Можешь еще рассказать? Беляеви. А как? Бел-авиа. Бел-авиа. А, ну да. Твердая, да. Ну да, блин. Ты так мягко говоришь и так весит. Ну, знаешь, я очень часто с ним летаю. Беляеви. Мне нравится все, кроме аэропорта. Найти розетку — это квест. Мы об этом поговорим в следующем выпуске подкаста. Давай вернемся к собакам. Две сто у нас вышло, и, ну, там, билеты всякие, вот это все понятно. Да, 60 евро перелет. Окей. На маленькую собаку, которая до 8 килограмм с клеткой у тебя пойдет с тобой вручную кладь. С собой. Скажи, пожалуйста. Все, окей. Итого у нас получилось собаку на первый год жизни на 2100. А мы обучить ее забыли. Браво. Ну-ка. Слушай. Здесь очень индивидуально. Ну и понятно, понятно, понятно. Но смотри, давай сделаем. Чтобы он у нас сумел. Вот сидеть, стоять. Вот не он. Вот это большая проблема. Потому что, когда к ней приходят, вот мне надо сидеть, лежать, и чтобы рядом ходил. Так не работает. То есть собака – это не комбайн. Понимаешь? Не можешь она нагромбармировать. Это как… Ты не можешь отдать ребенка в школу и сказать, так, мне, пожалуйста, русский, литературу и физкультуру. Математику нам не надо. То есть мы все учим 500 миллионов предметов в школе, которые половина нам нафиг не нужны, оказываются в жизни. Согласен. Но, блин, мы учим их. Хорошо. И так же в универе. Так же и собак. Пошли, пошли. Уже желток хочется. что человек очень умный, очень быстро все схватывает. Это где-то… Ну, мы же про меня сейчас говорим. Да, вот. Ты очень умный, быстро схватываешь. И максимум, я тебе скажу, ну, полгода – это вот, наверное, топчик. И собака очень умная, быстро все схватывает. Полгода – это топчик, когда по щелчку пальцев она вот с любого расстояния ложится, садится, пиво приносит, встречает, провожает. Все, короче. Девушка, наверное, на смс-ке отвечает. Да. Нормально. Сколько это стоит? Так, 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 так. Давай так, не надо называть конкретную цифру. Ты мне скажи от до. Я понимаю, что это все… Ну, блин. Так, хорошо. Ну, тысяча две, да, с половиной евро. Две тысячи евро. Ну, я тысячу корон, пятьдесят, шестьдесят, плюс-минус. Зависит. У всех по-разному. Ну, да, я же говорю, то есть там еще… Это вот где-то полгода, там, раз в месяц, плюс-минус. Как просто с ней заниматься надо будет? Два раза в неделю. Два раза в неделю. Такие прям, как с репетитором по-английскому перед поступлением в университет. Меньше нет смысла, потому что люди быстро забывают, и очень много теории, очень много информации. А два раза в неделю – это потому что у людей малого времени или собаке тяжело? Знаешь, нет. На моей практике это нам как-то работает вот так лучше. А, окей, все, все, все. За урок разбираем где-то семь-восемь упражнений. Сколько это длится? Одно занятие? Слушай, длится час. Но, ты знаешь, если бы это была моя воля, я бы вот занятия делала бы абсолютно по-другому. То есть, когда я приезжаю, я с Теграном на тренировку, я приезжаю, и я знаю, что я зависла часа на три. Потому что я беру собаку из машины, допустим, послушание, ну, послушание делаю сама уже. Собака дома, я просто еду на машине, такая сидеть, лежать. Нет, у меня как у спортсмена есть тренер, но я прошла много тренеров, которые достаточного уровня в Европе, и остановилась на тренере из Украины, и она живет в Киеве. Юлина Раперонская. Ну, не знаю, будет она смотреть или нет. Будет, будет. С Алексом. Скажи, что такое тренер для тренера собаки. Это спортивный тренер. То есть, это, смотри. Нет, я тебе скажу, понятнее не стало. Хоккеист в хоккей умеет играть, правильно? Но у него есть тренер. То есть, это человек, который знает больше тебя, опытнее, который стартовал уже на нескольких чемпионатах мира, и в стране, и в мире. И он тебя направляет, он видит детали. В частности, твоей собаки. И твоего. Парень. Парень. Потому что, понимаешь, собака делает то, чему ты ее учишь. Ага. И если моя... То есть, как я к этому подхожу? Если моя собака плохо делает след, я не говорю, что вы знаете, это боксер, не овчарка. Я говорю, что это я недостаточно квалифицирована, чтобы моя собака, как овчарка, делала след. И да, возможно, там есть, и там действительно есть нюансы, что это порода, что это его личные качества, что он шикарно делает защиту, но он делает след. Но на мой вкус посредственно. И я к своей собаке отношусь как то, что это малинуа. Я хочу, чтобы он так же делал, как малинуа. И я иногда забываю, что это не малинуа. Как помогает тебе твой тренер в этом? Ты знаешь, собака, особенно спортивная, на определенном уровне обучения он сделает сидеть, он сядет. И сидеть он уже там, он на земле. Но когда мы говорим о спорте, там нужна педантичность. Он должен на букву С уже быть в земле. Он должен был уже вот всеми вот частями лежать. И добиться этих скоростей, добиться четкости. Потом они очень хорошо секут, когда это тренировочка, а когда мы вышли на испытание, на сдачу испытаний. И маму где-то внутри колотит. Знаешь, Юля, она меня, она не учит собаку. Она учит меня бороть моих внутренних демонов. Моих вот таких вот где-то... А что это такое? Это... Ты не уверена в собаке, не уверена в себе или в чем? Нет, в себе. Даже не то, что... То есть моей собаке 6 лет. И будет в апреле. И я брала его под чемпионат мира. Ты участвовала в чемпионат мира? Нет. И у него, ему еще нужно сдать несколько нормативов и несколько отборочных, чтобы попасть в чемпионат мира. Вот в этом и соль. Потому что собака, скажем так, спортивную карьеру при самом хорошем варианте может держать лет до 8. Плюс-минус. Здоровье, скорости. Ему 6, да. У нас еще не сданы несколько нормативов и отборочные, соответственно. Нужно пройти чемпионат страны, чемпионат породы, чтобы чемпионат породы мира, чтобы была возможность потом попасть в чемпионат мира всех пород. И 2 года мы занимались у его заводчиков. И у меня с ними был немножко диссонанс в понимании, кто что хочет этой собаки. И я ушла. И я оказалась в момент без фигуранта. Знаешь, кто это? Это дядька, который с рукавом принимает собаку. О, понятно. И тебе этот человек нужен? Тебе нужен дядька с рукавом, чтобы в этом спорте участвовать? И я их в Чехии хороших штуки 3. Серьезно? Серьезно, 3 хороших в Чехии. Остальные, как бы, их очень много, но на уровень, что тебе подготовили собаку на чемпионат мира, 3. Подожди, то есть нет людей, которые наденут... Есть, много, но это не так просто. Расскажи, что? Ты знаешь, не буду тебе врать, не так я осведомлена о работе фигуранта. Там важно, первое, понимаешь, собака бежит на огромных скоростях. И важно принять собаку так, чтобы ты шею не сломал. В первую очередь, чтобы она нормально приземлилась. Чтобы не поломать собаку. Да, она на тебя летит на скорости, вцепляется, у неё закручивается тело вместе с тобой, и нужно её удержать, чтобы она не распрутируется никак. Да, да, я понимаю. Я когда, например, с собакой или с палкой играю, я чувствую, когда она тянет, я ей могу поддаться, чтобы она потянула, а потом я тяну. Ну да, я понимаю эту энергию. Окей, первое, не убить собаку. Не убить собаку, Потом, все собаки, у которых достаточно высокий драйв, желание этой работы, они хотят кусать. Они пришли, у них пара с ушей, мы идём кусать. Но этот раздел в ИПО не только о том, как собака умеет кусать, а о послушности, о послушании собаки. То есть, помимо того, что собака кусает, по команде хозяина она обязана отпустить, она обязана прийти рядом, а рядом это значит с подлинной головой в глаза хозяина сидеть, а там дядька, которого кусить хочется. Мам, я не хочу слушаться, я хочу кусать. И это сложно. Собаке очень сложно. А чуваку в этот момент что от него требуется? Вот этого, то, что ты говорила, что он помимо того, что вот он поймает правильно, чтобы она... Он должен знать, как научить собаку тоже. А, вот отпускать? Нет, не только отпускать, в принципе, слушаться. В принципе, держать себя в лапах. То есть, это не просто чел с... То есть, это тоже кинолог? Своего рода да. Конечно, потому что, как правило, все эти челленки свои собаки, с которыми они выступают, и которых... Я просто думал, мало ли, знаешь, сейчас кто-то работу ищет, и... Вот, ну, работа... Ну, понятно, экстремальные условия, там, попотеть придется, там, лицуху подкачать. Нет, это тяжело, у них у всех спины болят. Да, они такие, как бы, это непросто. И... Юль, я сейчас... Да, я сейчас понимаю, о чем ты говоришь, что это непростая работа. Ну, я помню свою собаку, там, 15 минут с ней палкой потекаешь, или какую-то резинку, и все, и как бы ты вроде и в тренажерчику сходил, стану его поделать. А когда речь идет еще на воздухе... Я всегда делаю такие тренировки по защите иногда сама, с тряпкой, у меня такая с тряпкой, я его деваю на шлею, привязываю, и мне не хватает сил его даже там на две лапы поднять. То есть у него такая тяга, у меня такая уже челюсть натренированная, что он так вот сделает головой, и я улетела. Поэтому я, конечно, этого уже не делаю. С тренерами понятно. Давай, я хочу спросить тебя вот про что. Тебя когда-нибудь кусала собака? Ротвеллер мой. Ротвеллер кусала. Да, но это было в драке. Это было в драке. Ты с ней? Нет, она дралась с собакой, я ее разнимала. Кусали. Кусали... Как ты после этого... Нормально. Нет, вы даже не кусали по агрессии. Кусали... Нет, в агрессии нет. Не было, потому что собака прямо на меня шла агрессивно. Было либо в каких-то тратах собачьих. Тиги меня мог в каком-то своем адреналине развернуться тоже в драке с какой-то собакой или в защите хватануть. Клиентские собаки кусали, но там были в основном собаки, которые были с какими-то проблемами. И я по молодости, то есть когда я только-только начинала, я помню, мне привели чхуахуа, которая просто рвала и метала. Это же самая страшная собака. Это же зверюги просто. Их надо на защиту участвовать. Когда мы приехали в Прагу, жили на виноградах, я бегал по реагировым садам. Я начинал только бегать. И я бегу и вижу собаку. В Беларуси это значит, надо остановиться. Ни в коем случае не бежать. Лучше пешком. Ну, если возьму... Причем там тоже вот эти вот хуахуа, и вот не супер большие. И у меня фобия, ну, такая как-то мерцающая бы назвал, что вот я буду бежать, и вот этот вот крысенок этот мне в сухожили пятку вот туда сзади. И очень долго я с этим жил. И потом я увидел, что а что вы бежите тут же собаки? И все, все бегут, и все в порядке. То есть это очень тяжело было. Как можно ли понять, когда ты идешь по городу или бежишь по городу, то, что собака может тебя укусить? Не всегда. Почему? Потому что ты не знаешь эту собаку. То есть я иду, ты не знаешь, что у нее на голове. Бывают собаки настолько... То есть самая страшная собака, это не та, на которая душится, разрывается, на тебя с вами бросается. Как правило, если ты вторгаешься в ее зону, и она такая, ой, а к этому меня жизнь не готовила, разворачиваются и уходят. То есть либо будет вот так вот, знаешь, как шарки-тяпки туда-сюда бегать, она не пойдет с тобой на конфликт. Собака, вот ты заходишь в чужой дом, сидит собака, зевает. И ты идешь, она сидит и зевает. И ты идешь, она зевает. Ты подходишь, она говорит, а ты что пришел, дядя? Сам молча. Она не будет разрываться, лаять. Она это сделает молча и уверена. И я, опять же, когда иду в парк, когда там без собак, например, иду с кем-то с друзьями, и идет мне навстречу любая собака, любого размера, без поводка. То есть я там не дергаюсь, я не ору, я не ору на людей, заберите собаку. Я просто иду мимо, но я так смотрю, потому что собаки есть разные. Хозяева у этих людей тоже разные, ой, собака. Они тоже разные, и ты никогда не знаешь. Когда у меня родился ребенок, у меня был конфликт, я жила на Ходове, у меня приходит моя мама, она гуляла с ребенком. Она говорит, у нас такая страшная ситуация произошла. Мы гуляли, и гуляла женщина с огромной собакой, и эта собака накинулась на коляску и начала лаять. Я говорю, в смысле? Она говорит, да, я там что-то ей попыталась сказать. Ну, мама у нее знает стандартный набор чешских хороших и нехороших слов. Я говорю, она тебя поняла, но я ей сказала, что она это, и ушла. Она говорит, ну хорошо, проходит какое-то время, мы выходим гулять. Я не помню, как-то я оказалась здесь, мама руками в конце квартала, я иду с собаками, и я вижу огромные, то Саину, знаешь, такие собаки? Это огромные, там большие, очень красивые собаки, но она очень большая, это как док примерно. И вот эта вот собака с лаем несется на мою маму в коляску, а там было, сколько ему, месяцев пять, наверное, у меня сыну было. И я стою, они здоровые. И у меня это все в замедленной съемке, и я была очень далеко. И единственное, что мне пришло в голову, я смотрю, Тиги встал, я не понял, я отпускаю, а потом гуляй. То есть я, в этой свадке неизвестно, кто кого бы победил, но на тот момент, понимаешь, во мне взыграло, что я не думала о собаках. Ну понятно, вообще. Понятно, понятно. То есть мне надо было, чтобы что-то отогнало вот эту вот псину от моего ребенка. Я туда прибежала, он не кинулся, я успела добежать и заорать еще громче, чтобы он лег. Он, перепугавшись, я лучше лягу, потом покусаюсь. Я на тетку наехала, сказала, еще раз, я иду в полицию, говорю, я давлюсь того, чтобы вас отобрали эту собаку. Она говорит, что вы с ней сделаете? Я говорю, не ваше дело. Расскажи, как действовать в ситуациях в Чехии с собаками, если собака, например... Напала? Ну, давай так назовем. Что значит напала? Я иду по городу, она на меня гавкает. Это она на меня напала? Ну, ты же не знаешь, что собака. Она на меня гавкает, она так общается. Ну, агрессивная, я бы сказал. Остановиться. Хорошо. Я имею в виду, вот она сделала вот это. Я могу позвонить в полицию и сказать, что на меня напала собака? Если она тебя гавкала, то нет. Нет. Если она тебя укусила, то да. Как действовать в таком? Потому что мы живем в городе, в котором это... Ну, не то чтобы случается, но это может произойти потому, что много собак. И, как ты говоришь, без поводка люди очень часто с ними ходят. Поэтому, я думаю, что вот этот вопрос очень... У меня была отвратительная ситуация год назад. Я только переехала в свою новую квартиру. Я гуляла с собаками у нас за домом поля, там никого никогда не бывает. И что там... У меня не было времени выехать погулять. Думаю, отпущу, пусть там из поводков погуляют. Там никого нет. И мы подходим уже к дому. У меня какие-то свои мысли были. Это вот сугубо, я не боюсь все сказать на камеру, сугубо моя большая ошибка. Я виновата. Да-да-да. Вот все записываем. Дисполе. Я иду. И вот здесь вот из-за дома вылетает на рулетке, вот на длинной стаффорд. А на 10 метров от рулетки вот здесь хозяйка в телефоне. И я иду вот здесь в телефоне с отпущенными двумя собаками. Я это увидела. Я говорю, Тигель, лежать. Ну, то есть это морало так, чтобы он у меня услышал. У тебя есть две секунды, чтобы у тебя собака, будучи в адреналине и в инстинктах, тебя услышала. Тигель лег, Анди уже почти под землей. Было когда-то кору, Анди уже далеко уходит лежать. Типа все-все-все. Да, то есть она останется лежать. И, понимаешь, он-то лег, а хозяйка Стаффорда не увидела вот эту ситуацию. И она идет. И Стаффорд идет. И то есть, конечно, у Тиграна сработали инстинкты. В смысле лежать? Мам, на меня псина идет здоровая, на меня кобель идет. В смысле лежать? И он встал. И я поняла, что это все. Стаффорд подошел, понюхал, понял, что это кобель, и он кинулся. То есть драка в четыре секунды. Я подлетела, отнимаю Тиграна. Пока я там летела, хозяйка Стаффорда подлетела, начала их разнимать. И кто-то из этих собак ее укусил в драке. И она, конечно, сказала, что это моя. Это было прямо перед моим домом. Я говорю, слушайте, простите, моя ошибка. То есть была бы у меня собака на поводке, этого бы не случилось. Я бы увидела, я бы попросила отозвать, притянуть к себе, и все. Я говорю, слушайте, вот это мой дом, пойдемте, давайте я вас обработаю с собакой, все хорошо, хотите в клинику, она говорит, нет, все нормально. Это было пятница. В понедельник у меня за Градкой, там, это, садик. Хожу по Заградке, разговариваю по телефону, идет полиция. Подходит, а мне Анди бегает по Заградке. Мне подходит, типа, девушка, здравствуйте, вы не знаете здесь кого-то, кто живет, и тут с лая, он же мне охранник, вылетает Тигран. Вот такая вот собака. Нет, не знаю, насколько. Я же девушка приличная. Да, еще была. Я говорю, а что случилось? Она, говорит, 10 человек покусала. Заходите, говорю, что я вам могу сказать. Они заходят, они попросили этот паспорт, прививку на бешенство. Если бы не было прививки на бешенство, был бы пруссор, очень большой, это же большие штрафы. Они все это сфотографировали, задокументировали и позвонили мне, наверное, через неделю-три, сказали, что на первый раз прощаются, что вообще по закону Праги собаки должны быть на поводке, кроме мест, где разрешен выгул без поводков. Это что за места? Это везде. У тебя собака должна быть по сути везде на поводке, кроме разрешающих. Нет, здесь же есть, там на порукашке есть место, где написано волны по гипсу и по волон. То есть там, где под знаком написано? Да, там, где можно. По-хорошему везде запрещено. По-хорошему. Но особо, знаешь, к этому никто не придирается. Да, именно поэтому я поднимаю этот свобор. И типа, на первую раз прощаем. Но если девушка, если у нее будут какие-то проблемы, связанные с тем, что ее покусала собака, она не сможет работать, или ей это как-то будет умазовать там, ее жизнь, мы будем обязаны передать ваши контакты ей. И тогда она может пойти уже в суд с этим. И как бы стрясти с меня приличную сумму денег. То есть здесь все очень индивидуально. И зависит еще, то есть если, пардон, хозяин собаки бомж, ты хоть 10 судов пройди. Ну, что он отдаст? Окей. Хорошо. Черт, у меня выскочил вопрос. Перед тем, как ты сказала про бомжа, бомж выкинул его из головы. Как себя вести в ситуации, если случается какой-то конфликт с собакой, надо позвонить в полицию или в скорую. Как это вообще правильно делается? Я всегда стараюсь обращаться к тому, что мы люди, и мы умеем коммуницировать. То есть стараться найти с надеяться. Я спрашиваю просто потому, что мне рассказывали несколько ситуаций, когда люди прям упорно, ну, то есть там собака вот такой большой породы бежит на чуть ли не на ребенка, ему говорят, Гоша был на подкасте, он мне не на подкасте рассказывал, а так, в личной беседе, что он просил человека возьмите, ну, а человек не берет собаку на поводок, он занял в полицию, полиция приехала, и полиция начала ему, типа, что ты вообще, тебе делать нечего? Ты знаешь, с появлением моего ребенка я к этому стала относиться очень, то есть я понимаю, что такое собака, и когда я начинала, и мне, я подставляла руки чухуахуа, да, и они мне их в кровь изукрамсывали, когда я была очень начинающим, мне грудью на образуру кидалось, сейчас я отдаю себе отчет, что это собака, у нее есть зубы, и самая маленькая чухуа может тебе прогрызть вену, им там артерию, им мало не покажется, и когда у меня появился ребенок, я, во-первых, начала гулять больше в места, где то есть собакам как минимум запрещен свободный выгул, а если я вижу, что идет собака, я знаю, что делаю, я не хватала ребенка на руки, маленького совсем, почему? Потому что, и также советую владельцам маленьких собак не хватать их на руки перед большой собакой, потому что та собака, которая напротив, у нее может сработать наоборот инстинкт добычи, какая-то, если мы говорим о маленьком каком-нибудь шпице, маленькой собачонке, какая-то тряпка летит наверх для Стаффорда. Понимаешь? Может сработать другое. Когда ко мне приходит миниатюрная девочка со шпицем, я говорю, вы ни собаку, ни себя не спасете. Если вот у собаки напротив вот трекленел, да, как говорится. И то же самое касается ребенка. В случае чего-то еще меньше шансов помочь себе. То есть, что я тоже советую людям, всем, знаешь, и знакомым, и своим клиентам. Берется какая-то бутылочка, есть вот либо жестяная, либо берешь какую-то пластиковую, лучше какую-то жестяную, туда кладешь камушки, мелочь, ну такую, которая у тебя поместится в любую сумку, да, это, конечно, большая. Вот такую. И в моменте, когда к тебе собака подбегает метра на два, ну, это должно быть достаточно такой, как бы, много камушков, и ты начинаешь греметь, что есть силу. Процентов 60 собак два дня будут по прогискать. Да, точно. Очень неприятный звук, они очень этого не любят. То есть это маму прямо в коляску можно положить? Да. Главное приучить своего ребенка либо свою собаку. Либо, знаешь, помнишь, когда телевизоры не работали, вот там такой пи шел. Вот есть частота вот этого пи, которая настолько отвратительна даже человеческому уху. Собака для собаки, он еще как бы больше передается. Ну, как бы, я даже не могу представить, что за агрегат такой найти с таким звуком. Поэтому баночка, мелочь, камушки. То есть всегда себе отдавать отчет. Собака – это собака, ребенок – это ребенок. И когда мне чехи говорят, что мой пейсок ягодный, меня не волнует. У меня два пейска, и если я пожелаю, мой ребенок пообщается с ними дома. А потом, помимо того, что собака может укусить, а может она болеет чем-то, может вы ее не глистогонили там никогда, я не знаю, блох не обрабатывали. Ну, разные же люди, я же знаю. И поэтому, то есть, у меня никогда не было такого. Я вижу, идет ребенок, я собаку потягиваю близко. Хотя бы потому, что моя собака, я ее знаю, но, понимаешь, можно прожить в браке с человеком 50 лет, он от 51-го выкинет такой финтель, что ты диву даешься, и мы люди, а это собака. Ну да. Вот что у нее сегодня? Не с той лапой она проснулась, ну мало ли. То есть надо в этом себе всегда отдавать отчет, что собака – это собака. И поэтому я тоже, когда там люди не хотят отзывать собак, ну, когда я гуляю со своим, во-первых, я никогда не гуляю в парках с собаками. Я берегу своих собак, поэтому я не подставляю их риску и не гуляю в парках. Ну, видишь, у тебя больше спортивное вот это вот, то есть ты чуть по-другому к собакам относишься, потому что ты, давай употребим это слово, пусть оно может быть уже часто звучит, осознанно, да? То есть ты подходишь к собаке осознанно, не просто, что там какая-то там такая штуковина. Слушай, давай, ты надавала таких информаций интересных, вот этих советов. Всё-таки, если бы ты давала, вот я скорректирую, твой топ-5, это всё-таки ты про спорт, а людей, которые… Да, сегодня только про спорт. Хорошо, сейчас я доведу. Каких топ-5 собак ты бы посоветовала советовала для человека, который живёт в Праге, в квартире, вот так. Ух ты. Да. Здесь, ты знаешь, зависит от активности и ожиданий человека. Давай так, средней активности человека, он что-то делает, он ходит, гуляет, у него есть пару часов свободного времени дома. Стоит ли заводить стафа? Или стоит ли заведить каких-то собак, которым не требуется? Я это спрашиваю. Давай наоборот. Топ-5, кого я не советую заводить. Любому человеку. Да. О! И в том числе и в Праге. Не то чтобы не любому, городскому жителю. Давай, давай. Бигль. Бигль. Это такие лабораторные собаки. Это охотничья собака. Окей. Это вот прям охотник-охотник, ему что-то не нужен. Акитоину, сибаину. Это вот эти японские, которые хатики. Да. Угу. Кто еще? Сейчас расскажу. Кто еще? Хм. Так. Ну, возможно, овчарки, но только из-за того, что очень тяжело найти хорошую, здоровую собаку. То есть, если хотят, могут обратиться, есть знакомые, но тяжело. Три. Кто еще? Чехословацкого волка надо заводить в Праге? Нет, не надо. Спасибо, что ты это сказала. Все. Вообще, нужно очень определенным людям заводить. Очень тяжелая собака. Мы оставим это просто. Самоедская лайка туда же. Это кто? Это такие белые, большие, пушистые. Красивые, офигенные собаки. Не надо ее заводить. Почему? Не надо ее в потере заводить. Там ты видел шерсть. Ага. Расскажи это. Во-первых, во-вторых, эти собаки, которые очень любят лаять, и им нужен прям вот человек, который будет километрами бегать. В идеале, конечно, собака приспособится к жизни человека, но... Будет тюленись рядом с ним. Пять есть. Пять кого заводить. Пять кого заводить. Кавалеркин, Чарль Спаниэль. Спаниэль. Кавалеркин, Чарль Спаниэль. Обычные офигенные собачки. Это такой же Спаниэль, только чуть-чуть по-другому выглядит? Да. Немножко другого темперамента. Обычные Спаниэли тоже, да, но очень подходить серьезно к их воспитанию. Они очень милые, но они могут стать такими демонами. Правда, что они там детей не любят? Они... При плохом воспитании у меня были прецеденты у клиентов, когда из этой милой собачки вырастал такой тиран. Русский Спаниэль. Это все зверюга. Русский Спаниэль. Мы запомнили первого. Давай второго. Кто у нас есть? Кого заводить? Заводить. В Праге, в квартире. Стаффорд. Стаффорширский терьер и Стаффорширский бультерьер. Знаешь, такие бультерьеры? То есть это не вот это. Это просто маленькая свинюшка. Обожаю. Да, вполне за. Джек Рассел при хорошем хозяине. Вполне может быть. Хороший хозяин это типа суперактивный ему надо... Который сможет этой собаке как и Стаффорду создать сбалансированную собаку. Эти собаки обычно умеют развинчиваться. Боксеры. Боксеры? Да. Пятая, да? Да. Ты знаешь, венгерские вышли. Это кто? Ну, такие охотничьи, легавые собаки, как Паскары, только рыженькие. Круто. Я бы еще даже больше, чем пять. Нет, это же подкаст, не резиновый. Он даже не ограниченное время. Да, но, как это, 21.00 надо открывать. А у меня бумажка есть, я могу. И позже. Я же собак трясирую. Круто, круто, круто. Лика, спасибо большое. Я вот прям на этом будем заканчивать, потому что я чувствую, что тут можно... Можем еще до утра. До утра. Видели ночь, гуляли всю ночь с собаками до утра. Спасибо большое. Ты очень круто все рассказала. Я супер рад, что твоя реклама в Инстаграме меня догнала. И я подписался на твой профиль и пригласил тебя на подкаст. Как решишь заводить собаку? Я с удовольствием это сделаю и напишу тебе, но именно потому, что у меня у родителей уже второй став, и я видел, сколько сил, любви, энергии нужно в то, чтобы этот став жил кайфово. Папа, когда был жив, он занимался с ней, он 4 часа в день, ну, он пенсионер, и активно вел образ жизни, он 4 часа в день с ней гулял. 4 часа они ходили в лес, она бегала с зайцей с кого-то. Ну, то есть у него он готовил ей еду, варил кашу, ходил в магазин, покупал кость, мясо. То есть там прям вообще... Вот если написать эту книгу, как вот он с ней работал, то это вот как раз про то, что ты говорила о здоровом питании, вот это вот, знаешь, такая... Вот я это все видел, я понимаю, что я по-другому не смогу, а я не смогу так, как он, потому что у меня не будет столько времени и энергии на это, и поэтому ну, пока вот так, а там посмотрим. Ну, ты знаешь, 99% людей работают, и я, если у меня есть час погулять с собаками, это за счастье. Ну вот. Поэтому прогулки с собакой самое главное, чтобы она устала головой, а не физически, а это можно сделать за 20 минут правильной прогулки. Об этом мы когда-нибудь еще поговорим. Большое тебе спасибо. Спасибо, что пригласил. Было классно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!